ну что друзья всем привет возвращается наше шоу недавно было шоу со степаном миллионер вам сильно понравилось пригласил довольно таки опасного такого гостя популярного в кругах линейдж 2 гукача антона мы с ним много в свое время ссорились и срались и много негатива друг на друга говорили посмотрим что будет сегодня и я еще буду задавать параллельно антону вопросов вопросы это пошло скажем так со степаном на не только про игру но и прожить что-то буду спрашивать чтобы побольше узнать о нашем гости еще для вас приготовили масштабный здоровенный конкурс наверное ни в одном шоу такого конкурса не было на полторы тысячи долларов ваша задача 4 точнее написать комментарий от четырех слов тематический комментарий под роликом поставить лайк быть подписанным на канал и зайти в telegram нажать кнопку участвовать там будет подписка на два канала на вон птс и на канал антона и через пять дней после выпуска данного видео мы разыграем 15 победителей по 100 долларов готовьте скажем так то и задницы при этом там 2 вот такой это нас ребята гвоздь сегодня главное то что она не стесняться ты последнее время пропал куда-то я думаю ты будешь такой же бодрый как свое время заряженный ну дело в том что с камерой я давно не вообще не проводил никакие трансляции я ее давно убрал и для меня сейчас небольшой шок на самом деле вот пока коснулись этой темы я помню я многим людям объясняю говорю когда ты стримишь с камерой типа это x2 нагрузка да а когда стоит без камеры как то намного проще как будто ты вообще не стримишь как у тебя вообще с этими ну как раньше плотно стримил сутки камерой потеют подмышки два раза больше когда ты сидишь напряжение больше напряжение больше ты там переживаешь как ты выглядишь постоянно отвлекаешься смотришь на эту камеру вот поэтому есть такое это факт давай мы сейчас сразу начнем смотри я расскажу тебе сразу правило или ты знаешь правило можно не рассказывать я правило в принципе вроде бы знаю такой но если если хочешь расскажи давай расскажу просто вкратце есть 15 вопросов всего 5 легких 5 средних и 5 сложных за каждый ты получаешь там мои деньги 5 10 и 20 долларов и так далее суммарно твой приз может составить 200 до 200 долларов у тебя есть три подсказки это дополнительная жизнь salvation это будет умеет это меняет текущий вопрос и баланс life убирает два неверных ответа три подсказки у тебя такие есть есть две несгораемые суммы да это когда заканчивается с легкие вопросы когда заканчивается средние вот так вот принципе я буду параллельно она не как между вопросами буду задавать какие-то вопросы жизни между между шоу давай начнем сначала откуда еще пошел не гукач да я не знаю этот ник взял но это длинная история она началась лет 15 назад тогда вроде бы был какой-то мультсериал вот и там в этом мультсериале был такой персонаж гикач вот и ну я-то назвался там прописал ник себе гукач вернее гикач он должен был быть но те начали называть там гукач потому что было написано через букву у эту и как-то оно таки пошло 15 лет назад да где-то а может быть больше жесть а вообще были у тебя когда другие не кину то есть до этого у меня в то время были ники такие что их большинство просто даже прочитать было невозможно я нажимал что-то что попало на клавиатуре набор символов да было много разных ну в основном запомнился я только под ником гукач прославился скажем так да да окей я думал подожди еще почему-то ник гукач ассоцирует глина типа говорят я думал это гукач что-то с глиной связано или это вообще вряд ли с этим она связана ну вообще это пошло с однажды на стриме тогда было модно и круто проходить тест на зэка вот и мне скинули эту ссылку говорит пройди ты на стриме я начал проходить и в конце там выбило название что-то петь . не помню вроде старая глина и после этого люди понесли это в чате и начали там как-то меня к этому приписывать приравнивать но это это еще я помню я помню что такое тогда еще вроде бы гранат и че стриме лида что-то такое было давным-давно ну лет десять назад 9 может это было очень давно там 2016 год 15 когда еще в принципе только все это начиналось в основном меня так мало кто называет это только те самые дальние там зрители которые уже его алды можно сказать только я такому помню окей давай спрошу тебя сразу еще один вопрос о жизни да потому что я сам допустим такого не знаю и большинство зрителей как вообще немного твоей биографии да вот и я знаю только по что ты там вырос в киеве и все где ты научился там школе сколько классов закончил какой-нибудь институт техникум как ты ростом в полноценной семье богатый бедный как как вообще проходила ну вот твоя жизнь до момента там длинные же пример ну россия в полноценной семье у меня есть родной брат ну у меня отец всегда был предприниматель то есть он занимался предпринимательством и в ранние годы своей жизни меня чаще всего можно сказать баловали у меня там было все чего не было там у моих ровесников вот и плюс-минус я получал все что я хотел это это до какого возраста подростковом возрасте я занимался футболом довольно долго лет 7 вот ну и потом я познакомился с линейкой там где-то в лет 14-15 ну и бросил футбол и стал играть в линейку как-то так в школе я отучился 9 классов после 9 класса я ушел в колледж техникум как там принято называть учеба у меня шла довольно таки сложно я пропускал занятия мало осваивал материал было много двоек там ну и было короче у меня учеба с учебой у меня не сложилось но в конце концов я закончил техникум и дальше учиться я выше этом учебное заведение получать высшее образование я не пошел вот как то так если сразу спрошу такие под вопрос и ты решил тебя все было то не было у других рассветственников что что это было вообще в те годы ну что такое могло бы что нет других там первый там ну у меня баловали просто давали много этом личных денег на расходы я мог себе там покупать все что я хотел в те годы плюс и если уже зайти уже чуть дальше то когда время было линейки когда я с ней познакомился там приходил в компьютерный клуб и скупал себе там игровые ценности от дну за ну гривны давал гривны и те люди которые там играли более старше меня и под покупал себе все что хотел ну как-то так оно сложилось что на фоне ровесников типа я получал все что мне нужно было мне отец давал личных расходов ну достаточно много в то время не херово просто и я там вот вырос в какой-то бедной семье я не знаю каково это вообще какие какие ощущения что ты испытывал чувствовался как-то не знаю царем или каким-то таким данным я не знаю я просто был обычный чеки никогда ничего никому не жалел если у меня есть лишние какие-то день я 100 делился там покупал ближнему все что нужно было и абсолютно нормально себя чувствовал и никак не возвышал по поводу школу говоришь там да были там двойки так далее учишь был какой-то по-любому любимый твой предмет у меня не было никаких предметов любимых по большому счету я везде можно сказать все то что мне давали весь пакет информации я его учил и папе его не учил просто искать прямо там у меня не было никаких любимых предметов я вообще не любил учиться и не вообще не нравилась вся эта система образование необходимость ходить на учебу школу в техникум у меня было много пропусков я отторгался от этого всего и и плохо учился а что родители вообще тебе говорили на это ну конечно там всячески ругали мотивировали меня учить материал и так далее ну для меня это как бы было можно сказать в напряг я вот когда ходил на эту учебу я напрягался это все мне это не нравилось вообще но тем не менее тем не менее там я везде как-никак успевал типа даже если не хотел учиться я успевал какие-то там зачеты оценки получал как-то там может быть просто потому что я такой человек что у меня получалось всех своих там преподавателей как-то уговорить либо же короче я как-то учился и как-то оно так прошлось а насчет футбола ты говоришь 6 лет до занимался футболом ну шести лет я пошел туда и где-то да может то лет 13 и 14 и как как вообще как успехи вообще были ну поначалу когда я был подростком там еще совсем мелким то в принципе я там нормально успевал у меня были хорошие рейтинги но когда становился старше эти появлялась лень я допускал там прогулы тренировок где-то я не успевал там в чем-то в основном поначалу мне этого я от этого кайфовал сильно и типа мне это нравилось и все у меня было нормально успевал я там нормально не жалей много набивал и играл нормально отдавался играм ты не жалеешь то что забил тогда на футбол болт да я вообще ни о чем жизни не жалею хорошо что еще хотел уточнить сейчас ты сможешь набить хотя бы там раз десять-пятнадцать я конечно смогу эти навыки они остаются на всю жизнь это как на велосипеде да типа проехать но да если ты с детства научился там чему-то то оно с тобой остается даже спустя определенное количество времени ты будешь легко там набивать бить правильно ногой принимать там передачи пас отдавать ну короче это все эти все навыки они остаются надолго наверное навсегда а когда еще последний раз ты играл с друзьями или с кем-то не знаем футбол ну года наверно три с половиной назад может 4 но есть планах вот и меня пригласили позвали там близким кругом поиграть и я согласился пока позина когда начало ну когда-то там будет через какое-то время без проблем но до возвращаться к шоу тогда немножко жизни поговорили теперь шоу сначала будут легкие вопросы некоторые просто знаешь даже тяжело по тяжело подобрать от людям там на и средний легкий просто тут есть либо супер какой-то легкий вопрос либо блин он супер сложный а что такое среднее выбрать или легкая или для бота вообще вопрос или какой для какого-то ботана ну в общем давай первый вопрос начальная локация людей называется а хуман велич б так и не сад с хумантаун и беги ран ну я могу отвечать 1 2 или мне надо будет полностью проговаривать потому что и прослушал можешь может что-то говорить да может просто назвать правильный ответ и если толкинг айленд так надо кстати я здесь и плохо знаю поэтому если что-то не так назову да я тоже может это правильный ответ он так инвестант ну я бы зависим ты айлан ребята уже в чате там напишет андреича английский знает это правильный ответ антон ты получаешь там я даже не буду смотреть и но долларов 10-15 у тебя же в кармане есть едем дальше едем дальше антош возвращаемся обратно к жизни были люди вообще сейчас сейчас находишься ты жил в киеве насколько я знаю я в киеве так и живу так и живешь да просто ты жил насколько я знаю с матерью с котлом с альвирой или как там где-то было тут вон кстати в кадре лизидами развиваешь это хорошо и также в киеве хорошо такой вопрос были ли у тебя еще планы уехать со страны да с какими-то там твоими возможностями после того как началась война планы планы не планы я не строил по по уезду и не хочу уезжать никуда мне тут нравится вот и в принципе дальше не планирую никуда иммигрировать я планирую тут остаться до конца именно в киеве правильно то есть некие другие города не планируешь ну мне нравится киев я тут вырос мне тут все нравится проще раза расскажи расскажи что-то вот что-то про киев вообще про свой скажем то города как как он вообще тебе заполнился с чем он ассоциируется потому что я в киеве там был пару раз но мне кажется киев давай делится на два берега есть левый берег есть правый берег вот я вырос на левом берегу и всю свою осознанную жизнь прожил на левом берегу то есть мне здесь было комфортно и удобно я тут все знаю правый берег тоже интересный в планах есть перевести свою семью на правый берег и завести детей бросить корни там и принципе есть такие цели киев ну что мегаполис большой город много людей много возможностей просто от люди говорят наш перри переезжают там с какого-то города не знаю там с днепра какого угодно города переживать в киев и едут туда знаешь там становиться каким-то супер успешным но как бы как будто значит этого города чем-то таким веется ты можешь именно добиться всего в этом городе или но у тебя такого нет из души нам вырос да и мне кажется в любом городе можно добиться всего если приложить определенных усилий поставить себе цели к этим целям идти и можно в любом мне кажется городе добиться всего чего ты хочешь но где обычно где много людей там и много возможностей но так как мы в принципе такие люди которые связали свою жизнь компьютером и там в основном проявили себя в интернете то в принципе от места расположения твоего будто ты будешь находиться в киеве либо же там в львове харькове ну либо каких-то других небольших городках ну я короче суть такая что мне кажется в любом городе можно себя хорошо проявить и добиться всего того чего ты хочешь для таких людей как мы мне кажется но даже киев это дополнительные просто затраты скажем тогда потому что жизнь в киеве намного дороже чем у других городах скажем так допустим моем ну смотря какую жизнь ты ведешь какие у тебя запросы все зависит от того в принципе что ты хочешь как-то так в жизни да окей возвращаемся возвращаемся куда мы тогда возвращаемся к вопросам второй вопрос оттану скорость каста увеличивает такой баф а и павор б гуи дэнс цэ малярия идея кумен депо фили баф баф вопрос по двохом конечно конечно скорость каста кумен это правильный ответ антон я посмотрел эти сколько ты зарабатывал зарабатывая здесь всего лишь на все 10 долларов пока у тебя но это пока легкие вопросы 10 долларов киеве не разгуляешься но короче деньги на самом деле такой я думаю ты сам понимаешь на символическая такая штука в шоу но блин некоторым даже такие суммы спасают скажем так финансовое положение сейчас я себе отмечу да да 10 долларов кармане антона парня это жесть едем по вопросам дальше чем занимаешься сейчас говорят то ли ты работаешь к этой компании то или какие-то сотрудники там есть или у тебя своя компания что ты можешь еще чем-то еще занимаешься сейчас ты же пропал скажем так из линейджа это ты в жизни занимаешься ну давай начну почему я пропал с линейки с линейки я ушел потому что я не видел перспектив в ней и возможно до конца всего того ну что если запланировал я не добился но были определенные обстоятельства и факторы которые меня так или иначе стопали моем развитии и я не мог с этим смириться долго эти факторы это конечно ну мы как бы и ты я мы начали свой путь в линейке можно сказать пиратских серверов нелегальных либо же легальных то как называть ну без пиратского рынка фришар так называемых и какой-то момент это все просто сильно расхайпилась раскрутилась до таких масштабов что на всех нас крупная можно сказать компания обратила внимание и начала с нами бороться и препятствовать дальнейшему развитию топ этом как-то блочить канал и запрещать транслировать и все такое и долго я с этим не мог смириться для меня это было как будто я утратил какой-то смысл я не не мог с этим просто-напросто смириться но прошло время я понял что не только на линейке строится вся жизнь и начал интересоваться в тот момент горячей темой криптовалюты ну и и подался я сразу я то есть не занимался там трейдерством не собирал крипто портфель и ну то есть не в эту в это русло я себя не направил я полез такую тему она называлась coin лист и по айси о проекты они только выходят ранее стадия ты ранний инвестор ну и пойдался туда в процессе начал знакомиться совсем нужным материалом как это нужно делать правильно как мультиачить масштабно как делать так чтобы у тебя там был не один твой личный аккаунт и не два и не три которые ты там завел на свою семью своих близких ну и начал это делать в промышленном большом масштабе вот собрал небольшую команду на тот момент нас было семь человек и мы начали и мы начали активно очень активно начали создавать эти аккаунты скупать их создавать верифицировать вот мы все это настолько сильно разошлось у нас получилось сделать ну большую ферму аккаунтов то есть на тот момент то время это было достаточно много их в объеме в масштабе количестве и начали эти аккаунты заводить в аллокации участвовать во всех листингах криптовалют этих начальных ну и как то так у меня моя жизнь поменялась я отдалился от линейки заинтересовался чем-то другим и вот вот так начался мой путь к криптовалюте ну и получилось получилось у меня на тот момент то есть если я сравнивать мой заработок который был у меня тогда с линейки и сравнить с того заработка который получился от меня благодаря coin листу это несравнимо вообще то есть я не представляю сколько мне нужно было бы линейкой заниматься чтобы добиться того же результата что дал мне coin лист ну и в процессе того как я заработал свой небольшой первый хотя на тот момент был это большой капитал я начал дальше развиваться в этом направлении извлекая тот опыт который получил от coin листа процессе как нужно управлять большим количеством аккаунтов регистрации как делать так чтобы эти аккаунты не блокировали тебе ну и пошел дальше в них в такую такое направление как арбитраж криптовалюты в них тоже довольно таки серьезно поставил себе цели ну и постепенно coin листа перешел в арбитраж вот как то так и сейчас занимаешься арбитражом правильно уже да то есть на coin лист и не тянет больше ну обычно вот такие вот темы какой лист сейчас это вся вся комьюнити которая занималась такой листом она перетекло в ретро дропы это такие направления которые они нужно быть в нужное время в нужный момент с определенной быстрой решительностью принимать определенные полезные для себя решения и делать в моменте если ты там в моменте это не делаешь что в процессе она просто из-за того что толпа накинется придет будет начнет тоже их делать это начинают умирать и подобные айси о лаучпады они умирают и денег много не приносит ну а я на попал в это именно в тот момент когда это только начиналось вот когда тока 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 приходила ну нет не особо много людей в этом было а я был в первой волне и поэтому у меня получилось тот кто пришел в последней волне когда это уже начинало уходить они в принципе может быть час этими занимаются ну а я не вижу в этом перспектив я оттуда в принципе забрал свое и пошел дальше еще ты отговорил насчет твича так насчет стримов когда иного начал банить тяжело было с этим смириться скажем тогда то что тебе там я помню эти моменты когда там тебе банит твич канал там не только те другим еще стримером и многие стримеры ловили такую жесткую депрессию знаешь это как будто у них всю жизнь отобрали просто этим баном что-то еще тогда чувство когда у тебя нет твича но была депрессия или что-то думал новое как-то еще тогда себя вел ну депрессии у меня на тот момент когда мне начали банить канал и уже не было потому что перед вот этими крупными блокировками от официального сервера у меня были другие блокировки связаны с нарушением правил там площадки я нарушал правила вел себя не очень подобающе возможно в каких-то местах на трансляциях позволял себе какие-то высказания агрессивные там не не только и на момент когда пришла и новая начала блокировать канал мне и не только всем тем кто занимался я уже был готов к этому то есть у меня уже был опыт в блокировках меня банили перманентно на твиче был меня на тот момент там было забанено три канала я к этому отнесся уже с определенным каким-то не знаю опытом там просто-напросто для меня это не было такой сильной трагедии у меня было возможно минимальная депрессии когда меня на старте моей деятельности начало трансляции этих стримов блокировали мне твич блокировал мне канал потому что этом высказался как-то на своей трансляции не очень хорошо не очень лестно и мне заблокировали там канал потом была ситуация когда мне блокировали за даже даже не вспомню какие там были эти правила паны засадки было не только там короче было тогда вот были тогда твич еще был такой там все только было начиналось тогда еще этих алертов не было тогда только-только твич начинал захватывать снг рынок этих всех трансляций и тогда меня тупо купили там банды вообще звонил кому-то skype меня раз забанили там еще что-то короче там вот так вот банов было и тогда в принципе у меня была минимальная депрессия потому что я этим горел я даже писал в твич вписал в эту компанию письмо там я не знаю как я его переводил как-то короче там что-то делал пытался им дописать чтобы не разблокировали канал потому что он там я у них есть там такое правило что если ты создаешь новый канал то теперь забанят за то что ты обходишь блокировку те надо постоянно было разбанить канал камну чтобы тебе добровольно разбанили старый только тогда ты можешь создать новый вот и у меня никак не получалось там месяца два-три может четыре даже полгода никак его разблокировать никто мне на письма не отвечал никому он был не нужен там никто вообще не не никак и на меня не реагировал я каждый день там обновлял эти письма почты ждал то чтобы мне ответили типа наконец-то разблокируйте меня так по итогу и никто и не не ответил по ходу дела и вот ну и тогда я подумал о о том что наверно все наверно короче ну альтернатив на тот момент как таковых стримерских ну там было очень мало youtube тогда вообще страшно было представить что придется стримить на ютюбе и как то ну короче так у меня отошло все я отпустила меня я уже начал там думать чем заниматься дальше вот и додумался потом написать такому человеку вайтра алексей писал ему в твиттер писал ему куда ему только не писала вообще там искал его контакты и получилось у меня с ним связаться он мне помог хороший чувак реально тупо вот я помню как я его как он не взялся ну там как-то ответил говорит я постараюсь там там помочь разблокирую по итогу он взял это прочитал на ратону моих писем там этому многих контекст этих писем было такое что я чуть ли его не уговаривал мне помочь вот ну и он мне все таки разблокировал канал я зашел и начал стриме дальше и потом через какое-то время там через год два три и не помню уже сколько времени прошло пришла и новый хочу заново мне блокировать эти каналы я бы к этому всему готов это это вишен тонн это будет твоя история возможно будет не то чтобы уроком как бы не урон или уроком или примером знаешь многие люди блин лишь 2 они были на им уже там по 30 лет а по 35 кому-то по 40 и они не могут выйти скажем так с этой вот сидели на из 2 то есть они здесь или там кто-то рмт что-то этом стриме кто-то командует кланом кто-то там на эссенсе бата водит понимаешь и люди не видят жизни вообще без динейджи возможно в своем примере своем примере знаешь у многих людей откроется как-то глаза или желание попробовать себя в жизни скажем тогда не не только в одной длины линейдж все строится вокруг линейджа ну знаешь одно так а это такая тема на самом деле если всю жизнь играешь в игру каждый день систематически и никого не слышишь не хочешь слышать думаешь ты самый умный и там ну короче то в принципе очень тяжело это сделать но если так в целом посмотреть линейку даже я уже не играю систематически да там каждый день не как не стримлю я там прихожу поиграл ушел но я слежу за там за стримами за разными там схватками на серверах за стримами короче за всем слежу то есть у меня нахожу время я постоянно мониторю там абсолютно все какие-то там подкасты стримы даже если не играю на этом сервере там да когда-то играл захожу там смотрю что они делают кто там на форуме темы создает кто идет играть но мне просто это интересно потому что я очень много времени отдал этой игре но искоренить это вообще в корень типа вот так раз я играл 15 лет и просто возьму уйду ну мне кажется это очень сложно ты будешь интересоваться всем этим и рано или поздно найдется хитрый рекламщик который запишет ролик вот расскажет о том какие кланы туда и пачки идут ты такой у меня есть свободное время чего мне не пойти и будешь все равно в этой игре как так или иначе находиться но не нужно забывать о том что жизнь идет время наше оно определенное отведенное у всех по-разному кто-то живет дольше кто-то меньше и вот это время это определенное ценное можно сказать очень ценное ценный момент жизненный который нужно ценить и не забывать успевать во всем успевать общаться с родными и близкими уделять нужное количество времени и вот ну и дальше развиваться интересоваться всем ну и слышать людей которые тебе что-то советуют подсказывают возможно у меня так просто в линейке принципе получилось в общении с людьми а их было очень много за мой путь в линейке общение но у меня в принципе линейка ассоциируется с общением потому что с ранних лет когда я только попал в эту всю индустрию игру то в принципе у меня все настроилось на том что я заходил в тимспик винтрила мы все там сидели общались у каждой каждый был кому-то было 30 лет кому-то 15 у кого-то голос песклявый кого-то голос тому взрослый старый ну короче и все эти люди между собой на этих каналах они проводили время в игре чем-то делились кто-то кому-то что-то советовал кто-то что-то рассказывал и и вот это тоже это определенная ценная ценные моменты потому что в общении с большим количеством людей вот примеру если бы я не играл в линейку то вряд ли бы я в жизни там пообщался 20 тысяч человек там за все время сколько или там 15 тысяч в том же тимспике на каналах на пл как там на мероприятиях и каждые люди они все разные всех нас объединяет то что мы понимаем друг друга кто-то говорит на разных языках но мы так или иначе понимаем друг друга и процессе мне постоянно кто-то что-то советовал подсказывал там ну а я никого не слышал играл себе эту игру думал что я самый умный но потом я подрос вырос и понял что все не только строится на игре и можно себя найти еще в чем-то так у меня принципе это все и пошло листом скриптовалюты я думаю еще не знаю лет пять назад наверное вряд ли вряд ли кто-то бы услышал от тебя такие слова понимаешь тут именно меня даже у меня в голове с антона именно такого трэш стримера да и тут и тут такие слова ты говоришь но как-то понял тяжело стакается но я понимаю что человек человек просто вырос ну давай подмечу то что я был заложник своего образа вот если сравнить меня там на стримах кем я был кем я хотел быть кому я подражал на кого я там равнялся и чего я хотел добиться то так или иначе у тебя формируется какой-то образ то есть ты можешь перед камерой дома в четырех стенах сидеть и общаться грязно позволять себе много разных высказаний слов в сторону там человека который находится в тимспике либо винтриле то в принципе это одно это твой образ а вот в жизни в то время даже когда все это было я не мог себе позволить подобного никак потому что мне есть определенное воспитание я там всегда был вежливый то есть я был просто заложником своего образа и много раз я пытался это поменять поменять вообще этот образ отказаться от него получалось у меня но обычно как ты себя поведешь в интернете первый раз как тебя запомнил так это и будет длиться до конца твоей всей деятельности это называется что людям понравится скажем так в тебе да какие-то треш-моменты какой-то крупный донат приходилось крутить сальтуху да ну в то время да но я это делал не потому что там я мне это самому было по кайфу то есть я это делал потому что мне это было и смешно весело там но опять же это все было в рамках этих четырех стен дома там запущенной трансляции то есть ты выходил на улицу и просто но это другой человек да ну давай так короче я очень долго мое близкое окружение знала плюс-минус чем я занимаюсь но я долго скрывал от всех там весь свой вот этот вот ну короче можно сказать ебанутость в интернете я скрывал это всех типа я не хотел чтобы меня мои трансляции видео видели там люди которые знают меня в жизни там где-то я с ними пересекался рос вот я даже не хотел ну связывать свои социальные сети со стримами там с этим всем то есть для меня я просто не думал что это может так сильно раскрутиться то что со временем об этом узнали ну большинство людей вот когда я понял что много людей там которые которых я знаю в жизни увидели мои трансляции и записи мне реально было там стыдно ну и до сих пор иногда стыдно когда я там какие-то видео свои просматриваю я их стараюсь вообще не смотреть там если вдруг жена включает какой-то ролик у меня такое было я сразу говорю все выключаю убегаю в другую комнату потому что мне просто самому даже стыдно там от каких-то своих высказаний действий то даже когда я слышу как на записи у меня в моей речи тупо не связанный мат 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 мне просто самому неприятно от этого всего а ты в жизни сейчас вообще материшься? сейчас я вообще почти не матерюсь ну то есть стараюсь общаться без мата но ну не так как в интернете точно у меня там на трансляция бывает такое что два слова это два мата в жизни стараюсь не материться вообще иногда не получается но окей это наоборот хорошо знаете что все люди ну как бы люди деградируют в основном да но когда человек становится совершенно ну не совершенно другим да но меняется в лучшую сторону это блин это наоборот круто может быть скучно в плане стримов становится кому-то смотреть знаешь то что нет такого шоу там спектакля но в плане человечности и в жизни это в любом случае плюс ну что Антон продолжаем по вопросам потому что у нас получается уже не шоу а интервью какое-то да едем по вопросам третий вопрос всего на самом деле 40 минут уже окей поехали это легкий вопрос третий вопрос стандарт стандартно бафы действуют а 1 час б 30 минут с 20 минут и д 10 минут бафы да да бафы стандартном сколько они по полу 20 20 минут 20 минут ну это ну я вроде если я не ошибаюсь там на выше каких-то хрониках если там может быть и но и поменялось когда уже стали эти бафы смежены ну вообще 20 минут ну да не я стараюсь как бы гостю знаешь я пересматриваю там все вопросы практически не практически все гостю поддать вопросы под те ситуации те моменты те хроники где он играл да все правильно это это правильный ответ на твоем счету 15 долларов не на может вы конечно деньги не надо даже озвучивать ты правильных ответа начинаем дальше да я буду пробовать продолжаем дальше буду пробовать короткие вопросы о жизни такие да чтобы не сильно затягивать самый большой твой донат помнишь ты вообще кто те зрители донат мне лично либо я донатил не самый большой донат тебе ну и потом можно сказать сколько ты донатил да помню конечно это довольно таки даже был очень сильно переломный момент в плане того был один человек звали его Юра был у него ник Юриет кто-то его назвал Луриет но у него был Юрий Юрий и Т это его была фамилия если я не ошибаюсь Тудор может быть ошибаюсь не помню точно вот и он в моменте задонатил тысяч шесть или семь долларов мне я купил на эти деньги компьютер себе технику начал короче буститься как стример какие вообще ощущения какие у тебя ощущения вообще были то есть человек дальнобойщик вот такие деньги тебе просто стримеру за компьютером донатит ну слушай это было в тот момент это было очень неожиданно и было реально много в тот момент это реально было много денег ну как по мне мне это было лет семнадцать может быть восемнадцать может шестнадцать я не помню уже когда это было но это сильно забустило было приятно конечно знаешь что я помню с тех времен какие-то челы делали ник через букву L ты правильно говоришь если вы хотите на стримы писали привет там что-то и люди большинство людей туда не было таких каких-то систем я не знаю вообще донатов как будто туда не было особо не доняли стримером и все ждали все стримеры ждали этого юриэта у себя на стриме все хотели я помню я в том числе я запускал когда он зашел там первый раз написал привет ну я чувствую блин наконец-то типа ну не знаю как это объяснить но что все стримеры хотели чтобы он им задонял тогда да было такое я тогда не было да не было алертов они не работали ну и были какие-то там может быть тогда я помню все писали реквизиты под стрим типа карточки какие-то там или что-то такое но блин я помню еще юрия этот юра когда была сходка там что-то типа ДВП делал да сколько что-то он задонял тоже или тебе или гексогены не помню кому-то тоже большие деньги он всем тогда задонатил много ну всем десятку да вроде на всех типа или что-то такое ну точно сумму не помню но в тот момент много может быть там 10 было интересно там вроде он даже из-за своих донатов он вроде развелся с женой или что-то такое да ну вот в этот момент я точно не могу сказать ну ладно да это не важно уже но окей тогда скажи какой самый большой донат и кому и зачем делал ты хороший вопрос надо подумать ну это было мой крупный донат на стриме это было типа относительно недавно может быть год назад ну сколько я знаю я точно не помню уже сколько ну какая была там точно сумма ну точно больше 50 там тысяч это на теперешний момент это 500 в тот момент это было где-то 800 долларов ага и что это за донат был кому? это был последний донат я точно не помню кому я донатил ну помню из таких последних заходил к Денису Фишеру донатил я помню когда мы с Фишером общались ты дошел то ли 30 который что-то ему что-то такое донатил подкаст у нас был с ним да? ну вот что-то такое да ну на самом деле вещь стримеры стримера понимает просто для стримеров донат это даже я не знаю как объяснить это даже не то что деньги значит типа деньги это приятно но когда ты стримишь это как-то не знаю благодарность за твою работу я не знаю как это назвать но именно не сами деньги тебе важно то есть может пусть эти даже деньги человек там попросит после стрима вернуть условно да? ты будешь понимать это как-то не знаю для меня это было как-то в свое время статусно то есть ты стримишь у тебя там не знаю 500 зрителей к примеру да? и у тебя там донат за день там не знаю блин 30 тысяч или 20 тысяч это считалось ну блин значит продуктивный какой-то стрим день но может у меня так было не знаю ну донаты в принципе они нормальны это дополнительная мотивация как такова для зрителя выразить как-то свои эмоции в эфире особенно вот этот донат который всплывает в виде там алертов это реально очень хорошая мотивация потому что ты видишь там один задонатил оп хочешь думаешь я тоже задоначу но я в принципе смотрел просто на телевизоре я до момента там год или два назад начал смотреть стримы на телевизоре и мне было ну самому по кайфу я просто смотрю там оп происходят какие-то действия там общение думаю дай-ка выделюсь сейчас среди толпы и вот как-то так окей давай давай тогда сейчас запишу для себя давай тогда дальше продолжать у нас всего три вопроса было дальше по передаче скажем так четвертый вопрос торговое сообщение должно начинаться с ну типа понял типа в торг писать в чатик типа символа плюс кавычки проценты или решетка торговая торговое сообщение в чат торговое сообщение и Антон барыжил много в свое время ну оно как оно там я просто цвет не помню ну этот цвет я тебе могу сказать есть такой есть один такой цвет который коричневый ты пишешь это в общий типа шаут или как это называется а есть торговля типа это чуть отдельный цвет такой и дальше вопросы начинаются такие посложнее но это на самом деле легкий вопрос это категория супер супер легкий вообще а ну повтори еще раз смотри символ плюсик да из плюса либо кавычки либо проценты либо решетка ты можешь просто откинуть в голове какие то неправильные ну как бы знаешь что допустим проценты значат ну это хиро пишут в чат процентами да ну вот хиро пишут процентами вот я просто пытаюсь вспомнить клан и торговля клан я тебе могу сказать клан это вроде бы собака шифт двойка собака это клан ну тогда тогда пускай будет откинуть да есть варианты хита есть подсказка откинуть два неправильных ответа если тяжело то но в начале не знаю но в легких я бы не стал это тратить у тебя если ты неправильно ответишь есть еще ну как бы сразу пиро ты просто сразу встанешь ага я понял но потом я просто порассуждать даже вслух что значит допустим решетка и что значит кавычки что значит плюс я вот пытаюсь вспомнить вообще плюс есть такое в чате там систем чате ну я тебе могу сказать что есть ну а что значит допустим решетка что значит кавычки я ну party походу решетка это party походу ну честно тебе скажу даже я даже сам не помню что но что-то в этом разряде да это каждый день играем в рене практически пирода будет еще и сша но если оба стресса до 1 есть я могу хочу я могу тебе откинуть смотрю на клавиатуру ну давай посмотри вот это кстати вот это кстати может много чего значить плавиатура ну типа знаешь раньше было такое ты пишешь даже на некоторых серверах не помню там остались если 10 ты не туда написал типа ты пишешь торговля должна как это такой розовый чат был еще то есть не такой розовый как пм а именно такой светло-розовый типа люди туда какие-то определенные тренды пишут не просто набора а именно вот торговля ну я думаю я думаю это решетка ну да ты только что говорил решетка это клан ой это party ну подожди собака это собачка это вроде бы клан собака это клан решетка это party ты говорил решетка это party да плюсик ты говоришь торговля да ну я такого не говорил но ты это сам говоришь торговля тебе нужно определиться что такое плюсы что такое торговля что такое блин короче что что значит да конечно вопросы пошли ну пускай пускай будет плюс антон первая твоя подсказка первая твоя подсказка остается у тебя в кармане потому что это правильный ответ я думал там у тебя вообще в этот изи вопрос для тебя будет если честно да я думаю помню как там оно расположение этих сапаки плюсы плюсик я еще я еще постоянно когда писал в этот шаут ну типа там случайно через справа на клавиатуре понял там где цифры эти вот там плюсик ставишь и что-то пизон у меня так было не знаю короче короче я засчитываю это правильный ответ это плюс просто с плюса начиналась торговля типа ну знак вопроса не знак вопроса знак восклицания это шаут это шаут да у меня было у меня просто вот этот пати и плюс короче оно как-то нормально ну главное что правильный ответ да это самое главное 4 правильных ответа 20 долларов на самом деле это сколько там 800 гривен можно покушать женой как минимум макдональдс и две пиццы заказать ну представь на самом деле когда это все бесплатно не за твой счет это еще лучше даже ну что едем дальше по вопросам люди это то что люди там в комментариях писали по поводу татьяны и кота во первых у меня вопрос почему ты мама типа назвал по имени татьяна ну и ты ну так и до сих пор называешь и как вообще как вообще дела у мамы и у кота ну давай отвечу на этот вопрос ну короче однажды у меня еще в школе была одноклассница вот она называла своих родителей на вы и когда-то однажды мне мама там говорит вот ты так со мной разговариваешь там и приводит мне в пример эту одноклассницу которая общалась на вы со своими родителями я как-то с того момента думаю ну хорошо сделаю я типа тебе это и начал короче ну так называть но это не регулярно это каких-то определенных там может быть на стриме это было часто слышно так я в основном мама говорил всегда и сейчас даже говорю то есть не по имени я когда на стримах там был чаще всего говорил ну бывало там шутку еще пару раз и еще еще такой момент ну там куча было моментов у тебя на стриме знаешь когда там что-то залетала мама там что-то там кричала била тебя ну короче всякие моменты это скажем так она понимала что происходит скажем так шоу своей стороны или она ну на полном серьезе скажем так тебя там воспитывала конечно конечно она понимала это все то есть ну ну может в какой-то степени она вживалась в роль там ну она знала что чем я занимаюсь что происходит почему я там кричу матом из соседней комнаты она это слышит почему я там как-то грязно разговариваю позволяю себе какие-то нелестные высказывания в сторону там сопартийцев и так далее ну то есть она это все понимала и ну от какой-то степени она вживалась в роль где-то может быть я перегибал там реально с криками ну заходила там как-то пыталась меня выразуметь в целом типа все нормально потихоньку но сейчас живем мы уже ну там недавненько уже живем раздельно лет пять наверное ну поддерживаешь плане отношения общаешься да? а Эльвира ты забрала к себе правильно я понимаю? ну вон она с Эльвира парни жива я помню у нее такой пятак еще был противный это я фигурую на стриме в камеру как вылазила ну кстати вон она двигается даже что-то там со стороны да надо будет по подстричь ее милый милый котик такой слушай интересно тогда я помню были моменты когда мама слушай ты люфт разбил или что я не помню когда мамка с ставком залетала ну короче мне кажется были моменты когда это именно не роль была а именно когда она реально злилась на тебя за такие какие-то проделки конечно она злилась там ну типа ее эмоции то что она там делала ну она же понимала что она сейчас зайдет там будет камера включена и там идет трансляция потому что я там так или иначе сижу за этим компьютером поэтому она по-любому ну понимала все то что она понимала что она будет в эфире понимала что будет в трансляции там ее увидят а так бывало такое что она реально ну типа хотела чтобы я прекратил там кричать и не только с тапком бывало и не помню допустим ночью когда она спала да устраивал там окей поэтому я думаю зрителям ответили как минимум по поводу Татьяны и Кота едем дальше по вопросам на самом деле у меня еще блин у меня очень много вопросов о жизни ну как бы о игре типа просто помимо шоу ну ладно едем по шоу тогда пятый вопрос если начнется у нас проблемы по вопросам тогда я буду по два по два момента жизни узнавать но тут реально похоже похоже что действительно это легкий вопрос уже что получить клерика клерик ну на английском клерик нужно создать а эльфа мага б человека мага ц гнома и д темного эльфа вопрос конечно сложный что получить клерик но подумай клерик это следующая профессия это будет либо бишоп либо профит конечно это хуман маг человек маг правильно это ответ б это правильный ответ Антон и проходишь во второй тур у тебя есть не сгораемая сумма теперь сейчас я скажу даже какая 25 долларов не сгораемая сумма то есть ты в любом случае я говорил еще с самого первого шоу когда вроде то ли ДВП то ли кто был что мои гости не уходят с пустыми карманами с этого шоу поэтому 25 долларов Антон остаются средние вопросы 10 вопросов осталось чтобы стать миллионером линейджа едем дальше едем дальше вопросы вопросы жизни пробуем по поводу твоей жены многие люди наверное не знают что ты женился как бы большинство знает именно твоей аудитории но которые там следили за тобой потом пропали они не знают вообще расскажи расскажи как это вообще ну ты ты женился на на той девушке с которой ты скажем так анастасия ну да тот с которой ты стримил последние там не знаю годы да именно на стримах потом кальян курили мася к вам приходил вроде бы да это она да расскажи вообще ну как как это вообще быть быть женат что это другая ответственность или вообще есть ли смысл вот пацанам в линейджи они сидят там встречаются с девочками какими-то есть ли им смысл жениться вообще что это такое ну это довольно таки глубокий большой вопрос его можно долго обсуждать но я скажу так что если ты можешь быть самим собой присутствие твоей будущей жены либо же нынешней девушки на сто процентов можешь быть собой и ты чувствуешь себя ловко чувствуешь себя в своей тарелке то это однозначно это однозначно должна стать твоей женой девушка ну а финансовая составляющая допустим если ну там ты к примеру ты придешь при ней там ну все говоришь там что думаешь но у тебя по финансам тяжело есть ли смысл вообще жениться как думаешь ну в процессе общения там отношений перед тем как ты создаешь уже официальный союз то в любом в любом моменте ты будешь как-то развиваться потому что ты уже в осознанной осознанный взрослый человек тебе нужно добиваться каких-то результатов и если в отношениях ты добиваешься чего-то у вас получается ну поставленные цели реализовывать и все у тебя хорошо идет то ну однозначно это не станет проблемой потому что ну ты вы вместе самая лучшая мотивация для мужчины это женщина если она тебя мотивирует хорошо подбирает нужные слова то ну это обязательно должно произойти женитьба, свадьба и все такое дети в процессе потом а что по поводу детей вообще есть в планах есть ну давай так я просто сейчас договорю по поводу того вопроса да там я в своем телеграме выкладывал видео то я делал предложение типа я предложение сделал и выложил там организовал его хорошо постарался чтобы оно было незабываемое и вот это было приглашение но потом в прошлом году я никуда не афишировал не выкладывал как мы в ЗАГСе расписались сделали официальный союз поскольку там ну есть какие-то я в это особо не сильно верю но есть какие-то суеверия там высокосный невысокосный год и решили в прошлом году расписаться и сделать союз ну чтобы не на высокосном году это не делать мы сделали тогда ну вот сейчас через два месяца у нас будет свадьба мы ее будем уже праздновать сейчас занимаемся процессом организации всего этого торжества мероприятия праздника вот и в процессе вернее в процессе желание у меня однозначно есть я готов к детям и буду работать в этом направлении маленького маленького глухача я думаю окей ну блин я не думал на самом деле что там какие-то суеверия веришь в это все дрянь ну я как таковых ну там я не особо это все я даже не знал до этого момента мне просто повестили что есть какая-то там что может быть плохой брак если там будешь ты высокосный невысокосный я думаю ну че мне рисковать если я дорожу своей супругой я сделаю чтобы это было все крепким крепким союзом да и сделаю это сделаю это как раз в последние дни последние вот эти вот месяца там даже за неделю до перехода на новый год двадцатый там числа я не помню когда там это было ну короче там у нас был такой плотный график чтобы успеть именно в том году конечно слушай давай пока мы коснулись твоей скажем так жены невесты как лучше назвать жены да наверное но в вашей расписи уже была свадьба конечно ну вот смотри кольцо уже на пальце да это хорошо хорошо раз коснулись можешь сказать или вспомнить какой ты самый такой не знаю дорогой либо не дорогой либо какой-то самый важный интересный подарок делал своей жене что такое я ей все делаю подарки хорошие реально то есть я стараюсь удивлять каждый раз ну по ценовой палитре там или как там короче меркам не буду говорить сколько это стоит ну в основном я ей все дарю хорошее там ну можешь вспомнить последний подарок какой-то что последнего подарил Насте последнее что подарил последнее подарил браслет кортье гвоздь ну не гвоздь этот как лава в серии что еще я дарил сережки дарил ну короче разные эти блин побрякушки скажем так да такие для девочек это хорошо это хорошо это круто радовать своих своих девочек всегда нужно это обязательно ладно мы возвращаемся снова в шоу у меня еще есть где-то 10 вопросов у меня есть еще даже блин для тебя сегодня как дела юрий дуть возможно помнишь такие в конце интересные моменты ладно едем шестой вопрос вопрос средней тяжести ух блин я чувствую тут ты уже поплывешь хотя давай вот этот вопрос думаю задам первым вопросом какая из территории не относится к годдарду а дэвил пас б garden of beast ц империал том и д и кейпок соу к территории годдарду что не относится к территории годдарду могу еще раз все прочитать эти давай еще раз дэвил пас ты можешь сразу как-то не может рассуждай откладывай или добавляй не знаю давай дальше garden of beast империал томп и кейпок соу кейпок соу дэвил пас я помню это смежная территория где стоят и мопы какие там одна вторая половинчистые между кетра и и руной вроде или нет короче дэвил пас вроде бы вроде бы точно нет а вот кейп офф сол надо постараться вспомнить на карте где находится вообще или есть такая локация ну думай потому что ларей это человек коварный он может он сам эти так скажи даже в ленейши вроде никогда не играл он подбирает такие вопросы с интернета какие-то кейп офф соу блин что-то интересное у меня есть да пирож что я не знаю на сумму да если ты ошибешься у тебя в любом случае деньги есть и перо еще есть в любом случае дэвил пас кардин аудист империал там кейп офф соу одна из них не относится к годдарту никак как планы чувствовать сердце отвечать сердце не хочется тратить час свои подсказки этой тишине там не сграем ну вернее перо ну кейф офф соу наверное кейф офф соу за твой окончательный ответ правильно дэвил пас ну а с дэвил пасом ты изначально скажем так в правильном руте двигался надо отвечать как сердце подсказывает сложно вслепую может быть карта можно открыть сейчас посмотреть но более не хотелось бы я могу тебе еще дать как бы глазам прочитать эти названия давай я прочитаю глазам давай я тебе пытаюсь вспомнить может телепорт какой-то телеграм допустим дай тебе скидываю ну давай в телеграм вот смотри витя скинул какая из этих локаций не относится к Годдарту вопросы уже средней тяжести они идут не по 5 долларов уже вроде бы по 10 долларов за вопрос тут нельзя ошибаться уже кейф офф в стол блин где она находится она подумает и наверное если я сейчас возьму подсказку убери два ответа уберется Garden of Beast и империи давай пускай будет давай пускай будет devil pass и окончательно решаешь но что делать типа тут ну да devil pass первое если что потрачу окей видишь моя задача еще уметь запутывать своих гостей да подожди тогда стой ну блин потому что я такой человек я могу вас запутать специально потому что я не ну я не должен отдавать вам деньги свои кейф офф соу просто давай антону последнее скажем так мгновение пускай будет devil pass ну подожди сейчас я подумаю ну да пускай будет devil pass devil pass точно да кейф офф сол это блядь что это такое вообще где она находится Если ты знаешь, что такое Devil Pass, но ты не знаешь, что такое King of Soul, но, блин, ты изначально начал правильно рассуждать и не хочешь тебя со своими приколами сбить в ненужное русло, изначально ты рассуждал по поводу всех этих локаций. Ну, Devil Pass находится там смежная локация, когда ты бежишь к Кетри, в арке вроде бы. Там, ну, есть, короче, между находящимися... И в чем суть тогда? А Киев of Soul, это, блин, надо... Киев of Soul, это что-то может быть такое. Ты честно скажу, я даже сам, один из этих вариантов вопрос, я даже сам не знаю, где ты находишься. Ну, Антон, короче, ты решайся, не похер, если чё пирог горит, я уже не буду подсказать, я уже не буду. Первый этаж, раз, это, ну, какой-то... Надо попробовать вспомнить вокруг Годорта есть где-то Киев of Soul. Ну, вспомню те же. Память хорошая на... На карты. Пускай, хорошо, пускай будет Киев of Soul. Окей. Я принимаю там, принимаю твой вариант ответа. Знаешь, что я тебе скажу, Анташ? Киев of Soul, где-то находится, знает только Ларей. Потому что я тоже не знаю, что это за локация, где-то еще находится. И это правильный ответ. Значит, это нигде-то возле Годорта. И это шестой, шестой правильный ответ. И приносит тебе прибыль. Что, подожди, шестой на ханель, я уже задавал шестой вопрос. Нет, не задавал. Да, это шестой шестой вопрос. 35 долларов, Антон, мои поздравления. Ну, блин, вещь, я могу и запутывать, и распутывать иногда. Поэтому... Я просто видел, мне как бы понравилось то, что ты изначально правильно рассуждал на эту тему. Типа то, что я велпас возле кетры, там, смежная локация и так далее. Поэтому и пытался тебя запутать. Чтобы ты от своего, скажем так, мнения отказался. Ну что ж, 35 долларов. Почти уже половина пути мы прошли. Теперь интересный вопрос о жизни. Ютуб не все, скажем так, слова пропускает. Не все слова пропускает интересные. Будем называть это вещества. Многие, многие люди, там, на стримах, где-нибудь в чатах, постоянно пишут про такой продукт, там, соль, еще что-то. Расскажи вообще, почему это все пошло? Такие разговоры про какие-то запрещенные вещества. Что это, на стримах какие-то рассказы были? Или ты как-то действовал на стримах? Откуда вообще это все пошло? И употребляешь ли ты что-то сейчас вообще? Ну, давай скажу тебе так, что это заложник образа того, какой я сформировал в то время. Сейчас я веду абсолютно здоровый образ жизни. И из последних зависимостей, которые у меня были, это было курение травы. И сейчас я уже шесть месяцев ее не курю вообще, абсолютно. Ну, и до этого, то есть я ее никогда не злоупотреблял. А все вот эти вот супер грязные слова, там, вот эти... Мне же страшно только что стало от того, что ты сказал. Этого в моей жизни нет уже лет восемь, может быть, девять. Даже не помню, что это такое вообще. И такого, ну, как вот это грязное слово ты сказал, этого тоже у меня не было. У меня было такое, что я там с восемнадцати до двадцати одного года... Мне нравилось ходить в ночные клубы и, там, тусоваться, там, развлекаться. Было такое. Но в один прекрасный момент, там, в двадцать один год я бросил курить сигареты. И абсолютно полностью завязал вести какой-либо нездоровый образ жизни. То есть я полностью искоренил. И по сей день я не курю сигареты и не употребляю никакие грязнючие вот эти вот слова, которые ты сказал. Вообще абсолютно. Но у меня было такое, что я... Ну, было такое. Ну, это единственная моя такая серьезная зависимость, которая была у меня там довольно-таки долго. Сейчас я абсолютно не интересуюсь этим. Мне это неинтересно. Я перерос, вырос с этого дерьма и вообще точно так же, как и сигаретами, к этому не прикоснусь к траве больше никогда, потому что это пройденный этап. Как ты вообще расслабляешься, не знаю, там, сесть посмотреть какой-то фильм или там какой-нибудь футбол, не знаю, бокс, ну, что там люди смотрят, но взять ли какое-то, не знаю. Я, допустим, беру себе кока-колу, орешки, там, смотрю, да, что ты, может быть, там, берешь пиво, рыбу, я не знаю, ну, что ты вообще... Я не пью пиво, не пью никакой там алкоголь, видите, там, каких-то виски, водки там и всего такого у меня вообще нет. Бывает такое, что я могу выпить вино белое. Бывает такое, да, я там вино люблю выпить, когда хочу расслабиться. Ну и бывает такое, что когда какие-то есть встречи, либо какие-то походы в какие-то заведения, я могу выпить какой-то авторский коктейль в виде, там, джинтоника, либо что-то с виски там. Вот, а так не такой, что на алкоголь я не падкий вообще, абсолютно. Расслабляться, как люблю, да я могу посмотреть какой-то фильм-сериал, взять пакет чипсов, взять какую-то интересную, вкусный напиток в виде, там, какого-то, не знаю, Маунти Дрю, Доктор Пеппер. Какой-то вкус, который я там два только видел на картинках или один раз пил, взять открыть эту банку вкусного напитка, выпить и, типа, мне это нравится. Вот так я расслабляюсь. Ну и либо выпить бутылку вина. Бутылку прям? Охренеть себе, блин. Не, ну, относительно, типа, я же не буду сам ее сидеть пить, я выпью ее в компании, там. С Эльвирой, допустим. Ну, когда как. Когда я могу просто перед сном выпить бокал вина, типа, вот просто, чтобы лучше спать. О, слушайте. Окей. Это просто, я думаю, самый такой распространенный был вопрос в комментариях, там, писали. Поэтому я такое задаю. Мы же общаемся правильно на любые темы, ну, как бы, на свободные. Ну, люди, может быть, хотят видеть в тебе того, кого они там вообразили, либо же, ну, просто у них есть какой-то сценарический образ человека, там, и хотят в это верить, хотят, чтобы он реально был в дерьме, там, полностью. Но, вроде как, типа, вот, глядя на меня, сложно сказать, с моей физиономией такой, какая она сейчас, я, там, наел 15 килограмм. То есть, на мне, вот, не сходится, там, размер, я пытался биджак себе подобрать, пуговицу застебаю, она у меня не сходится, потому что мне этот размер не маленький, там, ну, короче. Глядя на меня, сложно сейчас вообще сказать, что я реально потолстел сильно. Ну, я заметил тогда, когда я тебя встретил, я заметил то, что Антон Гукач добавил весе хорошенько, блин. Ну, смотри, многие думают, что, типа, вот тогда, когда мы встретились случайно, то, что это было, договорились мы с тобой, там, какие-то съезды, решения принимали, еще что-то, ну, на самом деле, типа, ну, это же был полный рандом. Ну, я вообще, я... Это стечение обстоятельств. Я просто стою с ребенком. Никто не договаривался. Я стою просто с ребенком, и поднимаю голову, ты стоишь, ну, я вообще думаю, как, как, ну, короче, я именно, не знаю, я вообще не ожидал такого увидеть, знаешь, ну, я просто охренел, блин, можно сказать. Ну, в наше время сейчас сложная вообще ситуация, выехать вдвоем с семьей на выходные, просто чисто немножечко переключиться, отдохнуть, покупаться в бассейне, там, поесть вкусной еды, ну, это как-никак полезно. Полезно вообще для себя, для того, чтобы у тебя было стремление не стоять на месте, а дальше развиваться, стремиться к чему-то, и чтобы у тебя в жизни все шло хорошо, ну, нужно перезаряжаться. И вот то место, где мы встретились, это, в принципе, ну, я там был уже не первый раз, мы там были второй или третий, я уже не помню какой, ну, мне там нравится атмосфера, нравится то, что лес, свежий воздух, ну, и вкусно. И хороший сервис. У нас в Украине, ну, не много таких мест, то есть, куда ехать не так далеко, Киева туда ехать не так далеко. А у нас тут под Киевом, в принципе, ну, нет таких, что я могу как-то похвалить аналогов того, где мы были тогда. Хотя я наоборот думал, что под Киевом, блин, там столько, столько крутых мест, разных богатых дядек, знаешь, там, где можно так отдохнуть, все, ну, его нахер. Таких, в таком стиле, сервис гораздо хуже. Да вообще, короче, нас тут реально маловато. Под Львовом есть, есть еще и лучше, но Киева маловато. Хорошо, приступаем, приступаем дальше к нашему шоу, Антон. Вопрос у нас, категория средняя. Фух, поехали. Что запрещено делать во время осад? А. Торговать в осажденных городах. Б. Телепортироваться в осажденные города. С. Участвовать в Олимпиаде. Д. Призывать осадных големов. Телепортироваться. Антон, что я в свое время планом Дарбожий парни управлял, поэтому Антон такое знает. Окей, это правильный ответ. Нет, у тебя, у тебя, Антон, на твоем балансе 45 долларов. Блин, так звучит как-то, не знаю, смешно, но на самом деле 45 долларов тоже деньги в наше то время. 7 вопросов ты ответил правильно, не потратил еще ни одной подсказки. Осталось, получается, 8 вопросов. Задаю тогда вопрос по жизни. Расскажи про поездку. Ну, вкратце так, да, чтобы не затягивать, про поездку твою в Исландию, когда вы ездили там со стримерами, гексоген, вайт и так далее. Какое еще впечатление тебе эта поездка дала, скажем так? Что было там интересного? Это, во-первых, это незабываемо, типа, вот, я до сих пор часто с женой общаюсь, смотрим на ютюбе репортажи, выпуски, там где-то мельком проходит Исландия, там гейзеры и все это такое. И я постоянно ей говорю то, что вот, ну, будут, откроются границы, поедем по-любому туда побываем. Ну, мне просто такое, ну, вспоминание у меня обо всем, о том, что я видел, где я находился, в этом всем кругу людей. Ну, незабываемо, это реально классное время, типа, вот, ну, я могу сказать, что из всех путешествий, которые были у меня, а я был в шести, там, странах, плюс-минус, это номер один, типа, вот, это было реально очень круто. Во-первых, это было круто, потому что страна, в которой мы побывали, она, ну, это не передать словами, туда реально нужно съездить, вот, чтобы все это увидеть, побывать, почувствовать этот воздух, который там, ветер, ты там за один день в поездке, допустим, вот, мы утром проснулись со всей командой людей, которые туда поехали, нас садили в машины, и вот мы со своей остинницей, где мы находились, базы, можно так сказать, садили нас и везли вдоль всей страны, по сути, то есть вдоль всех, там, набережных, всех достопримечательностей, водопадов, и вот ты утром просыпаешься, а у тебя, ты выходишь на такой балкончик, кофе кто-то там пьет, общаешься, стоишь, и смотришь, у тебя там снег, типа, а вчера его не было. Садишься в машину, начинаешь ехать, проезжаешь какой-то отрезок пути, и ты видишь там весну, осень, лето, лютейшую зиму, и все это в отрезке какого-то там определенного часового времени, там, в виде двух часов, может где-то часа, может трех часов, то есть ты можешь начать ехать с лета, такого теплого, заехать в весну, потом заехать в осень, и потом еще заехать в лютейшую супер метель, зима, ветер, машины сносят, ты не можешь переживать, потому что у тебя, ну, вот, есть какой-то мандраж, ты понимаешь, что если ты там откроешь дверь в машине, и ее не придержишь, ее вырвет вместе с корнем, ну, ее не будет двери в машине, потому что ветер бывает настолько серьезный и мощный, что, ну, ты реально, вот эти вот погодные условия, которые тебе создает эта страна, они очень сильно меняются, и это реально классно, круто, плюс достопримечательности там тоже интересные, там, все места, водопады, скалы, горы, ну, короче, классно, ну, и вдобавок, у нас еще коллектив, с которым мы поехали, это был коллектив единомышленников, все эти люди, ну, реально классные ребята там, я с ними в основном, там, с гексогеном был знаком, когда, потому что была сходка ДВП, мы там где-то виделись, пересекались, а вот со всеми остальными я не был знаком в жизни, потому что мы там с разных стран, кто-то с одной стороны, кто-то со второй стороны, короче, мы так съехались в одну кучу, и, ну, типа, было классно, типа, всех узнать, кто, ну, какой человек, ну, и, по большому счету, у меня остались, о всех ребятах, с которыми мы поехали, ну, очень хорошие воспоминания, и, ну, типа, реально классные ребята все, горизонец, классный тип, вайт, ну, то есть мы хорошо там общались, было классно, классное воспоминание однозначно, и еще, вот, у меня реально, типа, дикое желание, чтобы, может быть, в таком, кругу, плюс еще добавить туда людей, и еще такой же по масштабу устроить, типа, как, ну, называют молодежный слайд, бунткэмп, там, или как он называется, когда там все съезжаются, ну, классно, еще и в такой стране, вообще, супер. Блин, это, ты рассказываешь... Воспоминания чёткие, типа. Ты рассказываешь, у меня такого никогда не было, но это, наверное, охренеть какие впечатления просто, особенно в такой стране, но, как ты сейчас говоришь, лето, зима сразу, это вообще чё, блин. Ну, ты, да, оно так и есть, вот, там, реально, как, как потом мне стало известно, вот, я потом уже начал интересоваться, чтобы, когда туда поехал, не сильно там много чего, там, смотрел гейзеры какие-то, что-то еще, ну, я не знал, что настолько, типа, может быть, реально крутая страна, типа, сама по себе, там, людей не так много, городов тоже не так много, но природа, вообще, кайф. Это классно. А кто вообще туда организовал этот поход? Вайд. Вайд, да? Вот так вот. И Вайд, это, вроде, на своей машине был, да, если не ошибаюсь еще? Не? Да как, нет, там, машину ты свою не сможешь... Ну, как ты и самолётом? Не, я понял, на какой-то машине вы ездили, подстримить, типа, херу. Да, ну, там были машины, которые относились к той базе, к той группе лиц, которые это все организовали, это были машины, там, кто-либо арендованный, ну, конечно, на этих джипах мы ездили по всей этой Исландии. Ну, на самом деле, охренеть, да, именно такой, все комьюнити ренейджа, там, топовые известные личности. Ну, классно было, да. Да. Ну, и там еще, вдобавок, еще и Богдан это все транслировал, то есть, это еще добавлялось, знаешь, ну, типа, как-то освещать все то, что происходило. Он первый и один-единственный, кто к этому пришел и все подготовился, типа, как это все сделал, там, телефон, камеру, все, вот это вот он сделал, собрал с собой, он уже туда приехал, и он знал, чем он будет заниматься. И это он еще все и освещал, и за этим еще следили люди, это еще добавляло, ну, кайфа, типа, классно было, ты думаешь, вот, ты там идешь где-то, проходишь, оп, тебя там сняли камерой, там, ты попал в стриме, кто-то тебе там в чате что пишет, передает какие-то приветы, ну, тоже было круто. Вот, вот, в плане того, как все это было упаковано, организовано, и вот то, как и все люди, которые были, как они все это дополнили и проявили себя, вообще, типа, кайф, реально, типа, все эти ребята крутые, мне, типа, классные воспоминания, круто. Имбище, на самом деле. Хорошо, давайте на них, что, еще один вопрос, у меня просто слишком много вопросов, с кем, с кем виделся из таких именитых еще людей, помимо того, что мы знаем, вот этот, был буткемп, или как он называется, в Исландии, плюс, была фотография в интернете, что ты в бане с Андреем Паюком, и... О, Андрей, реально, классный чувак, типа, и компания у него классная, и вообще, типа, классно. Ну, привет ему, кстати. По поводу, вообще, с кем я виделся, ну, достаточно много людей. Ну, такие, кто есть из таких известных с мира Ленеш, ну, типа, я помню сходку ДВП, тех, кто там был, да, там, Фишер, ДВП и все-таки еще, там, легенды, плюс вот эта сходка, которая была, и фотка с Паюком. Ну, что еще, ну, скажем так, мы, или, там, люди, зрители не знают еще, с кем ты мог увидеться с интересными админами, может, какими-то еще кем-то? Ну, я виделся достаточно с многими, то есть я могу кого-то сейчас, если кого-то не вспомню, там, не обижайтесь, постараюсь потом вспомнить. Ну, из таких, из админов виделся, с командой Еглобала виделся, сейчас постараюсь еще с кем вспомнить, с админов. Ладно, не буду, короче, потому что может сейчас это затянуться, ну, были еще, ребята были еще, надо постараться напрячь свои мысли, вспомнить. Хорошо, я еще могу такой подвопрос задать. Когда-то у тебя еще был стрим, и на стриме открыл вебку, там сидит Киевстонер. Что вообще, как это вообще, что это было вообще? Ну, я просто общаюсь и общался с Димоном. Димон, привет. Ну, вот, и как-то у меня так получилось, что он меня познакомил с Альбертом. Ну, и как-то так вот. И был такой момент, когда он пришел, Дима с Альбертом, сюда ко мне, домой. Тогда был стрим, типа. Ну, вдобавок могу еще подметить, с кем я еще виделся. Это с Денисом Фишером, классный чувак. Я, ну, не часто вспоминаю, типа, вообще все то, как мы с ней виделись, реально круто было. С Массей Андрея тоже виделся. И стрим был даже у вас с Андрюшкой. Да. И вот, ну, блин, были еще, ребята, я вот просто помню, было очень много, было много таких, с кем я прям, может, они там не транслировали, не стримили, но было очень много разных таких именитых в узком этом комьюнити Ленейджа. Ну, с неймовых типов, можно так сказать, кем я виделся. Ну, сейчас, если я буду это пытаться вспомнить, я думаю, что шоу это затянется на долг. А, вообще, Альберт, ну, ты с ним поддерживаешь отношения, или это просто так, ну, там, раз увиделись, или два, там, или ты с ним как-то общаешься, или общался? Ну, мы играли в линейку, там, на сервере на Европвп, шпилили. А так, в принципе, я пересекался с ним, там, ну, раза два-три. Один раз нечаянно-случайно его встретил в Одессе. Ну, а так, в принципе, всё моё общение с ним, это было через Дима, Диму, Дима Динамо. Больно, но в целом, как тебе, вот, Альберт, как человек, такой же самый, как на интервью, на шоу, или какой-то другой в жизни? Ну, как он мне запомнился, как, ну, как хороший тип. Просто приятный, такой весёлый, да, типок, не надо. Да. Здоровый, блин, весь. Не, ну, как, как вот, как на интервью, как на стримах, вот, ну, он такой, какой он есть. Он, он же сейчас шпилит, вроде, там, в Линейдж тоже играет на скрайде, вроде, на X1. Да. Я его, он мне там... Я захожу иногда, периодически смотрю. Я вообще слежу за всеми стримерами, которые управляют какую-то деятельность, там, к Андрею ДВП захожу. Захожу к тебе, там, ко всем, вот, кто стримит. Даже тем, кто стримит, там, мало, вернее, немного у них, там, зрителей. Я, бывает, залипаю на телевизоре, смотрю, там, мне по кайфу включить, там, в спальне, тут, в зале, посмотреть стрим частенько. Вообще кайф. Видишь, Линейдж, она, как бы, не даёт подходит. На телефоне, вот, как раньше было, это, там, сидишь, смотришь на телефоне, я, короче, вообще, на телефоне сейчас не смотрю ни YouTube, ничего. Вот, на телевизорах, тупо, вообще топ, ложись там спать, кто-то транслирует, раз, включился, там, можно посмеяться. Чуть понаблюдать за всем. Раньше, вообще, когда была конкуренция, когда была конкуренция, много стримеров было, ещё, когда иного не трогало, ты, ну, не знаю, у меня так было. Я стримлю сам. Во время стрима на втором Монике открыл чей-то стрим, ещё, там, знаешь, за кем-то смотришь. Плюс, ну, особенно те люди, которые с тобой на одном серии играли, как-то конкурировали, и ты вот перед сном включаешь стрим, я помню, даже включал твои стримы, ты там что-то говорил там Женя Педрон, короче, я лежу уже на кровати, понял, и всё это слушаю. Ну, там, днём в магазине. Мне тоже бывает такое, извини, что перебью, захожу, смотрю, и там, оп, кто-то в чате что-то пишет, оно же улыбку такую, знаешь, берёт, типа, ну, приятно, когда тебя там вспоминают в каком-то ключе, там, может, даже негативном, или даже позитивном, но всё равно, типа, для себя, оп, там, услышал там что-то про свой ник реально классное, типа, круто. Хорошо, что хоть помнят. Не зря, скажем так, играл, да? Там меня в чате уже вытрахивали сегодня, я написал, будет шоу с Гукачем, но Гукач маленький мне написал, и Антон с большой, и там меня в чате вся твоя армия уже вытрахивал, говорит, почему ты Гукача легенду пишешь с маленькой буквы? Я сегодня утром просыпаюсь, смотрю, а у меня в чате, у нас там узкий чат, он закрытый, типа, не для всех, потому что, когда начиналась только война, у нас были там люди, ну, разных, короче, плохие, хорошие были, делали разную херню, и мы решили закрыть чат, потому что, ну, и покикать тех, кто нёс полную ахинею, грязь, мы покикали, короче, и после одного там случая, это вообще ужас просто. Не знаю, нужно тут рассказывать или нет, но так, вкратце, просто расскажу, был у нас позитив такой, ну, ты его тоже, наверное, знаешь, в линейке, да, и вот он был на временно оккупированной территории в чате, и в нашем чате постоянно там какие-то общения, кто-то скидывает какие-то репосты, посты, и один человек просто взял, блин, это, конечно, не смешно, это ужасно, вы все переживали за него, взял, короче, и выложил скрин, куда-то слил какую-то информацию, каким-то службам, и этого позитива увезли куда-то в подвал, где-то он сидел, били его током там, ну, это ужас просто, и вот после этой ситуации мы взяли, короче, покикали нахер всех с чата этого, и типа, ну, пофильтровали людей. Так этот позитив живой после этого, все нормально с ним? Да, ну, потом он приехал там через, вернули его через две недели, заросший весь, мы ему там деньги скидывали на стрижку, короче, это смешно сейчас, но тогда было крайне, короче, не смешно. Ну вот, поэтому, и в этот чат начали, ну, зрители постоянно, старики, олды, всем вам привет, начали, короче, типа, перепост, типа, ого, ты, как так, типа, стрим, подкаст, что это вообще, ну, и начали, короче, между собой там переписываться. Вот, я смотрю, там уже 30 сообщений утром набежало, и вот это они и пришли, и к тебе в комменты написали. Вытрахивать меня пришли, окей. Хорошо. Возвращаемся, Антон, к шоу потихонечку. Вопросов у меня еще, штук, наверное, 7 вопросов есть, плюс Блиц, это, ну, не касается шоу. Возвращаемся по шоу, у нас 8 вопрос. Сейчас посмотрим, насколько ли тебе будет легко, скажем так, да, что же тебе задать здесь. Опа, кстати, вот это интересный вопрос. Как называется NPC телепорта в Годдарте? А. Татьяна. Б. Валентина. С. Алиса. Д. Клариса. Татьяна. Антон, что такое не пропустит. Это правильный ответ, Антон. Это правильный ответ. Восьмой вопрос у нас. 55 долларов. В кармане у Антона, ребят. Как зовут, скажем так, мать Антона и телепорт Годдарте, я Антон, что знает. Хорошо. Теперь давай касаемо уже не жизни, да, а уже касаемо линейджа пообщаемся. Я лично сам не знаю, поэтому такое спрашиваю, может быть, когда-то на стримах рассказывают, но я не знаю. Вообще, какой был твой первый сервер, как вообще зарождалось, вот это вот, мы рассказывали, мы общались по поводу футбола, потом ты перешел. Линейдж, как это вообще получилось, тебя позвал какой-то друг играть, или в компании, или в школе, или как это вообще произошло, и это такой первый пункт вопрос, и второй, и когда появился клан вообще, как образовался клан Дар Божий? Ну, давай так, расскажу сейчас про то, как я в линейку вообще начал играть, и у меня есть еще двоюродный брат, Игорь, привет, наверное, будешь смотреть тоже эти записи. Вот, он в то время дома сидел, там, играл на C3 или C4, хрониках, на каких-то там играл, а я от него узнал о том, что есть такая игра, потому что был у них в гостях, и увидел на мониторе, там, какую-то игру, там, какие-то боты Doom лежат, еще что-то, походу, был какой-то PvP-сервер, я точно не помню уже. Вот, и тогда, когда я пришел в компьютерный клуб, а я тогда ходил, играл в GTA Vice City, в компьютерный клуб, нет, ну, там был совсем юный, там, лет 13, не, не 13, наверное, 11 или 12 было, когда появился этот компьютерный клуб, тут у нас местный легендарный кубик, типа, ну, был, короче, крутой клуб. Ну, типа, в то время, там, 20 или 30 компьютеров стояло, типа, туда все приходили, школу прогуливали и так далее. И туда, короче, ну, приходили мы играть. Я играл там, споначалу в GTA Vice City, какую-то еще херню, там, Counter-Strike, ну, сейчас Counter-Strike, не херню, Counter-Strike, херню, это какая-то там игра еще была, Принц Перси, я не помню, что, потом был Counter-Strike, потом я видел, как играли в Dota, а вот после того, как я... Ходил, ну, в гости к брату и увидел, что он играет линейку, я увидел, что в клубе тоже есть такая игра, типа, как-то кто-то в нее играет. И я решил попробовать тоже начать, типа, в нее играть. И трудом я создал этот аккаунт, заплатил, как сейчас помню, гривен 10 на то время, чтобы мне его создали, типа, заплатил какому-то типу, чтобы он... Вот, создай мне аккаунт, я не знаю, как это сделать. И зашел, это был сервер Black Sun. Вот, на этом сервере я проиграл очень долго, реально, типа, года 4, может, 3 в клубе. Ходил в клуб, играл, качался, развивал персонажа. Поначалу это были такие чары, там, недельные, двухнедельные, там, до 20-го левела докачал темного эльфа, нового создал, там, до 30-го докачал, потом распечатывал профессии. Ходил к администратору на барную... Да, распечатывал мне эти профы, я брал карандаш, там, обводил пункты, какие я прошел, приходил домой, перечитывал все эти пункты, что я прошел, что я не прошел. По итогу я где-то зафейлил, что-то невнимательно сделал, заново все это стирачкой вытирал, заново начинал проходить. И так вот, я помню, первый раз я прошел профессию на некромансера, вторую. Это было просто, ну, там, не знаю, месяц, может быть, проходил, может быть, больше. По этим, на этом листке я его носил в файлик, там, чтобы оно ничего не мялось, потом у меня этих профессий стало, там, штук 5-6 этих, я их ложил рядом с книжками. Короче, приходил в школу, там, 15 минут большой перерыв или 20, я быстро в этот компьютерный клуб на 15 минут два пункта прошел, два пункта прошел, обвел. Короче, ну, было, меня реально тогда, она очень сильно это играла, вообще, голову мою всю высосываю, очень непонятно. А потом, ну, я так в школу ходил, я видел то, что в моей же школе есть, типа, те, кто ходят тоже в этот клуб и играют, там, шпилят. И я помню, заходил, смотрю, там, кто-то, это, Тира качает, кто-то саб-классы СХ на Хуман Файтере качает. И я за ним по всей школе бегал, старшеклассник, там, 11 класс, я за ним бегаю, говорю, блин, расскажи, как ты делал так, что у тебя Хуман Файтер кастует магией, как ты это сделал? Он говорит, иди отсюда, типа, ну, типа, не позорь меня, что ты хочешь, короче. И по итогу он мне рассказал, я, думаю, задолбал его колоссально, ну, и как-то я так влился в эту всю компанию всех этих игроманов линейки. А там было просто разный возраст, типа, кому-то было, там, как мне, 12, там, 13, кому-то, там, 30 лет. Ну, короче, и все эту линейку шпилили, типа, ну, и создали, там, клан в компьютерном клубе, типа, был свой клан, типа, там, 20-30 человек в нем было. Все качали, кто-то кому-то пароли давал, там, бафер, чары, там, у всех дома компьютеры были не очень крутые, потому что у меня, к примеру, был тогда Pentium какой-то, там, Celeron. Он дома не тянул три окна, а в этом компьютерном клубе три окна тянул, и я дома не мог так играть, типа, я дома прихожу, загружаю три окна, оно у меня, блядь, грузится. 40 минут телепорт, блядь, прогрузки, там, короче, я вообще не мог играть. Я тут в клубе ходил и шпилил. Наверное, тоже будут такие, кто будет это смотреть того времени, потому что, мне кажется, если в линейку когда-то начал играть, то вряд ли ты сможешь, типа, в жизни не смотреть, не следить за ней. Очень мало людей таких, кто, да, поиграл там не один год, поиграл там лет 5-10, потом раз, и все, и мы уже это неинтересно. Таких, наверное, людей очень мало. Это правда, это правда. Может, и будут эти люди смотреть это видео. Я уверен, будут такие. Линейш не отпускает. Напишите, если то, парни пропал в линейке. Кто играл в компьютерном клубе, кубик, пишите туда в комменты вниз, под видео. Я думаю, у нас в конкурсе там столько комментов будет, хер мы там найдем это все. Смотри, ну и по поводу второго вопроса, как вообще клан Дарбожий образовался? Ну, перед этим кланом, перед этим названием еще были же кланы. Ну, расскажи, я знаю только с Дарбожией эту историю кланов. Ну, это просто, ну, тогда уже вытекло в такое более, типа, какой-то нейм, типа, что-то около этого вытекло. Ну, а изначально это все зарождалось еще... В клубе, да? Да, нет, нет, это уже какую-то деятельность в линейке я предпринимал уже, когда находился дома. В компьютерном клубе я еще был очень мелкий, я там, типа, сидел, играл, ну, короче, не был никакой активный, типа, в игре. А вот дома, когда я пришел домой, когда я там научился заходить в TeamSpeak, в эти, в Ventrilo, тогда было модно Ventrilo, все там сидели, начали общаться, и мы как-то начали формироваться. Ну, кланы я начал формироваться, мой первый клан назывался Royal Wolf. Это клан-лидер был Excel. Excel, кстати, сейчас там стримит линейку, там, вот, вот этот человек, это был мой первый KL, типа, вот клан-лидер уже дома, когда я там играл, он был KL, я сидел в TS, слушал его, он управлял этим кланом, и там, C4 сервера разные, короче, были. И вот тогда, вот после этого Royal Wolf в Excel я уже начал, там, собирать какую-то пати, формироваться какое-то, там, количество людей, привлекал как-то их к себе. Ну, и таким образом, типа, после этого оно все разбивалось, там, с пати, я играл пачками в кланах, там, Dead Wing, Hell Brothers, там, короче, была куча кланов, Soya, помню, был такой клан, вот, и, типа, я там заходил, был к ним в пакам, играл в пакам, эти кланы играли, играли, бегали по серверам, меняли постоянно эти сервера, Old School, там еще тоже был такой клан, вот, очень давно, Old Friend, вот, и как-то у меня, так, типа, пати, 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 я свой клан, свою пати начал собирать, и названия этих кланов я уже не помню, там были такие, как, в принципе, как и Дар Божий, названия этих кланов плюс-минус такой же. Что-то около фармзоны, там, что-то такое еще было. Да. Ну, типа, оно как-то все, это было название пати, оно менялось постоянно, тогда было модно называть свою пати, и как-то супер, ну, оригинально, там, вот, чтобы оно было, название такое было веселое. Вот, ну, и как-то так оно и произошло все. Я запомнил, я запомнил твой клан, Дар Божий, вот, такое именно громкое запоминание, то, что я сейчас помню, именно воспоминание, это когда ты на БМА привел, там, 100 варлордов, или что-то такое, короче. Ну, да, кстати. Когда кто-то против тебя, не помню, там, или мы, или какой-то другой клан сделал много пачек ВЛов, и это было стыдно, типа, когда челы там делают три пачки ВЛов, ты говоришь, зачем ты вы грязно играете, все друг друга обсирали. И ты что-то психанул, и весь клан заставил перекачать, там, 100 варлордов пришло на БМА, просто, и всех этими станами накручивал, убивал, это вообще. Ну, да, там, там, никто не мог двигаться, ну, тогда сервер был такой, что там эти ПВП-зоны были, ну, типа, ты зашел в эту ПВП-зону, тебе не надо ждать, чтобы кто-то расслабился, ты раскрутишь эти станы и станешь всех. Ну, в той же ветке, типа, когда эти ВЛы были, тогда было очень актуально делать сорков, типа, кучу сорков в клане. Типа, в 20, там, 10 пачек сорков, а 2 пачки оверов, али-удэ, и эти массовки, ау-е, 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 крутишь, короче, и убиваешься. Ну, это жесть была, да. На самом деле, блин, веселые времена раньше были с этими планами, с этими историями. Есть что-то вспомнить. Ну, да. Так, ну, что же мы делаем тогда? Мы продолжаем по что у нас? Потому что вопросы-вопросами, но уже два часа шоу. Девятый вопрос у нас. Не знаю, он выйдет, если ты... Есть большие шансы выйти на вторую несиграемую сумму. Девятый вопрос у нас. Такс, такс, такс. Какой квест берется у NPC Таллиен? NPC Таллиен могу написать, может, я неправильно выражаюсь. Напишу тебе Таллиен, вот так вот пишется. Напишу тебе в Телеграм. Так, какой квест берется у этого NPC? А. Сабкласс. Б. Квест на Боюма. С. Квест на Антараса. И Д. Квест на Нублис. Ну, этот NPC вроде находится в Адене. Если я не ошибаюсь. Ну... Находится он в Адене вроде как. Ну, я думаю, что Квест на Нублис. Твой окончательный ответ, правильно? Ммм... Ммм... Да. Это, каквест на Нублис. Окей, я принимаю ответ. Девятый вопрос. Правильно ты отвечаешь и зарабатываешь 65 долларов, Анташи. Это, каквест на Нублис. А были такие люди, кто вообще там на третьем и на втором вопросе закруглялась шоу? Не, я до первой не сграемой суммы всех допускал. Даже там если чел жестко супер ступил, я поправлял максимально. Знаешь, до первой. Я не помню, только прошел ли у нас что-то вроде бы у нас суперумный был. Я не знаю, или Focus D, понял какой-то такой чел. Он до конца дошел, вроде бы. И на каком-то там супер игра раньше была, типа, последний вопрос, удваиваешь суммы. И вроде там он проиграл, что-то такое. Ну, было. А так где-то на седьмой... Ну да, он... Мне нравится Focus D, он контент классный снимает. Ну, так он снимает классный контент, и это, в принципе, гений он по этому лору. Он про каждую там мать каждого моба, откуда он пошел, там просто все знает вообще. Ну, еще и Flames есть еще, тоже жилетки, они так вдвоем как-то развивались. Ну, Focus Z, я думаю, именно по лору намного больше знает. Это именно такой, знаешь, как раньше были ботаны такие в школах. Вот это ботаны именно по лору Lineage, сумасшедший, блин. Монстр просто. Ладно, возвращаемся, возвращаемся по поводу Lineage. Я видел, ну, как бы не только я, и все, в принципе, люди, и твои зрители видят то, что ты долго не играл в л-2, и сервер, на который ты решил зайти, это кильтир. Сервер кильтир, какой-то там c4. И ты, скажем так, играешь на нем, рекламируешь его, и у многих людей встал вопрос, не твой ли это сервер? И вообще, был ли у тебя опыт когда-то открывать, открывать какой-то сервер Polyneage? И там, если, допустим, не было, то есть ли у тебя вообще в планах, да, заработать какие-то деньги на, я не знаю, на ICO, на петражах, и открыть свой сервер? Вот такой вопрос. Давай я начну издалека. Я начал играть на сервере ElmoreLab, ну, типа, после длительного перерыва в линейку. И вот мы на этом сервере ElmoreLab, ну, играли, вот, именно как игроки, как вот, просто, знаешь, там не было никаких зарплат от админа, не было никаких контрактов по стримам. Вот на тот сервер я пошел играть, вот, просто мне было в кайф, вот, типа, старые хроники, много людей, c1, на котором я никогда не играл, c2, тоже я там не играл, c4 будет потом. Я думаю, классно, круто, начну, ну, давайте туда соберемся, типа, с ребятами, со всеми, с кем я играл. Мы туда зашли, собрались, типа, был большой онлайн, на сервере, типа, кишило, ну, реально много людей, там, просто, типа, комьюнити, вообще не то, в котором я когда-либо играл. Типа, там, реально, такие кланы, пачки, которые, в принципе, типа, я с ними нигде не сталкивался, там, как будто, пришли именно самые настоящие старые олды. И, вот, именно, типа, какие-то, непонятно, с каких серверов, там, много было разных интернациональных паков. И была лютейшая конкуренция, это был сервер c1, он реально мне запомнился очень классно, типа, круто, ну, реально классно было там играть. Вот, и, ну, мы там играли, типа, долго, собрали сильную пачку, у нас там была пачка топ-3, топ-4, точно, по уровню, по бусту, по количеству чаров, по прайму, типа, мы создали там серьезную конкуренцию. После чего началась война, типа, и началась она так, что у нас начало теряться электричество, там, не было электричества, люди начали теряться, типа. И у меня тоже такая ситуация, что мой игровой интерес, вот эти вот перепады с электричеством, отсутствием его, выбивали у меня желание играть, типа, я, там, два дня без электричества, там, какой-то еще период времени. И мой интерес, вот, к этому серверу убился именно вот этим. Но ребята продолжали дальше играть, типа, на проекте, после чего наша пати, которую собирал я и Порева, переросло в то, что Порева продолжил дальше играть и собрал там крупнейший клан, там, с 40 пачек. У него там альянс, был клан, потом был альянс, и он начал этим альянсом управлять довольно успешно под его руководством. Сервер был за этим альянсом крупным, там нагар присутствовал, ну, короче, были ребята, которые сидели и играли, но я уже, типа, в эту игру не вникал, типа. Я, там, поддерживал всячески, мотивировал, там, ребят, заходить туда играть, подсказывал каким-то добрым словом, ну, типа, чтобы, может быть, где-то советовал что-то, ну, короче, просто, типа, поддерживал контакты. Сам не играл в эту игру, вот. Ну, и в этот момент админом сервера был такой чек-зонер, вот. Ну, и мы застали его, играли, нам все понравилось, типа, было круто, классно. Все там, какие мы недоработки находили, мы сразу их техподдержку писали, они это все быстро фиксили, не было никаких, ну, так сказать, недочетов, было все, короче, лояльно, классно, круто, вот. Ну, и я пропал с игры, я там не играл, ребята дальше качались, развивались, и я пропал, ну, с линейки как таковой вообще, не играл, вот. И спустя какое-то время, ну, в моменте, когда я смотрел игру на Альморе, я заходил к такому типу, как статус-кво, классный чувак, классно все рассказывает, круто. Подписывался с телефона на эти каналы все, типа, стримеров, которые там, они были не супер популярные, только начинали свою деятельность, подписывался на эти ютюбы, вот. И в один момент я спустя время захожу, смотрю, а этот статус-кво рассказывает о том, что вот такой человек будет открывать сервер Кельтир, Зонер. Ну, и, а я как человек, который, в принципе, типа, ну, мне нравится участвовать в игре своим кланом, пачками, ну, на таком сервере, вот, который, типа, не супер популярный, нигде все, блядь, классно, гладко, куча людей. А вот именно, где только все начинается, типа, зарождается, где все, типа, вот, только будет какой-то путь, и я своим присутствием там смогу внести какой-то определенный вклад своей игрой в то, что сервер выстрелит и, типа, будет круто. Вот так у меня и произошло, таким образом я и собрался на этот сервер, пошел играть, вот, мы до сих пор там играем, я не столько времени там, конечно, присутствую, но мне, в принципе, этот сервак нравится. У него, типа, есть огромный потенциал. А кто там админ, владелец или кто в это все влез, раскрутил, это, в принципе, ну, я догадываюсь, конечно, чей это сервер, но, типа, я не буду тут озвучивать это. Я, в принципе, по сборке, по всему, понимаю, что зонер выходец с сервера ElmoreLab, и я думаю, что этот сервак как-то относится к ElmoreLab. То есть, а один из каких-то филов, который все чинил, ElmoreLab, да, как-то причастен? Ну, да, я, в принципе, видел то, что там один из людей, которых на форуме там находится, работает в поддержке, там один из Cell2R, второй зонер, третьего я там, в принципе, не знаю. Ну, в процессе, когда на подкастах у админа сервера, он там систематически каждый месяц выкладывает подкасты на YouTube, рассказывает о том, что меняли, чинили. Ну, однажды он сказал, что сборку, типа, нынешнюю ставит там Тома, мастер Тома, ElmoreLab. Поэтому я думаю, что у них, возможно, возможно, они как-то там договорились, зонер договорился и открыл сервак. Вот. А по поводу своих серверов, ну, мы когда-то... Дима, секонд, привет! Когда-то открывали. Когда-то пытались там открыть сервер по WP-шку X1200. Вот. Она открылась там, чуть-чуть она поработала. Я там был как медийное лицо. Вот. Это, пожалуй, одно из тех участий, когда я участвовал на сервере, не как игрок, а как что-то больше, типа. Я там с админом, грубо говоря, секондом сидел там в скальпе, общался. А так, в принципе, для себя не ставлю задачу открыть свой сервер. Потому что попросту, ну, не знаю, мне кажется, это уже поздно, это надо было делать раньше намного. Сейчас это уже поздно, и конкуренция большая. Да, и этим нужно жить каждый день, нужно в это вникать, тратить на это время, силы. Я думаю, что можно, помимо открытия сервера, найти, чем все заниматься в жизни. По крайней мере, я знаю, что мне нет необходимости этим заниматься. Знаешь, чем себя занять, скажем так, да? Ну, время у меня есть куда тратить. Хорошо. Ну что, Антон, продолжаем тогда по нашему шоу. Десятый вопрос. Незгораемая сумма на кону, скажем так, стоит, да? Да, но вопросы уже будут, как бы это средний вопрос, да, но уже я изначально выбирал самые легкие. Это уже будет не особо легкий. Так, смотрим. Смотрим здесь. Ух, блин, два таких вопроса, тяжеленьких. Не знаю, какой тебе будет легче. Я выберу этот пассивный скилл, экспертиза, экспертиза, называется, отвечает за. Я могу тебе сразу скинуть, как пишется, чтобы не было у нас недопонимания. Вот такой вот пассивный скилл, экспертиза, экспертиза, экспертиза. Вот так вот. Он отвечает. Пассивный скилл? Да, это пассивная какая-то штука, типа, знаешь. Она отвечает за. А. Получение опыта. Б. Определение грейда вещей. С. Скорость каста. И Д. Шанс прохождения летал блоу. Вот еще. Вот такие вопросики. Так, экспертизы. Экспертизы, да. Такая-то пассивная штука, знаешь, типа, раньше были там пассивная, какие-то там рыбалка, не рыбалка, а какие-то бренды, перевесы какие-то там, как они назывались. Это вот штука. А ну, еще раз, еще раз. Пассивный скилл экспертиза отвечает за. А. Получение опыта. А. Б. Определение грейда вещей. А. С. Скорость каста. А. Д. Шанс прохождения летала. У тебя есть, если что, подсказки 50 на 50, либо замена вопроса, но вопросы к нам. Экспертиза, да? Да. Ой, конечно, сильно. Ну, это перевод, перевод экспертиза. Как бы логически что-то где-то можно определить. Так, еще варианты ответа. А. Получение опыта. Б. Определение грейда вещей. А. С. Скорость каста. А. Д. Шанс прохождения летала. Можешь откидывать сразу. Что ты думаешь? Можешь сразу какие-то варианты откидывать. А. Я думаю, это либо получение опыта, либо грейд, вроде грейд, нет, но там пенальки какой-то вроде. А. Какой по счету вопрос уже? А. Десятый вопрос. То есть, если ты ответишь правильно, даже наугад, допустим, то будет несгораемая сумма уже вторая. Шесть вопросов осталось суммарно. А. С. Скорость. Шесть вопросов, экспертиза, блин, экспертиза, как-то. А. Ну, вот. Варай, Женщик. Это на каких хрониках оно вообще присутствует? Экспертиз на любом, наверное, на любых хрониках. Какой-то пассив, знаешь, если бы пассивки разные, там, такие они, белые, какие-то скиллы, всякие, это, какого-то говнятина. Пассивные скиллы залазят, что там есть, там, чтобы сидеть, там, что вы, я не знаю, в регионе цемана, там, всякие люди пассивные говно, там, вот, такой скилл есть, экспертизы, вот он-то что-то отвечает важное. Да, конечно. Ну, дальше еще сложнее, это, типа, еще легкие считают, дальше вообще жесть, на сложных, там, там, может быть, получение опыта. Ты можешь откинуть сразу каких-то, допустим, ты можешь, допустим, несколько откинуть, которые точно... Ну, я думаю, откидывать по-любому надо сразу прохождение летала. Окей. Что там еще есть? Есть скорость каста, определение грейда вещей, получение опыта. Три вот осталось, если ты один откинул. Что-то из-за... Эксп, экспертиза, эксп, наверное, ну, если эксп называют получение экспа, типа, значит, наверное, это получение экспа. Ты можешь, ну, ты можешь ошибиться, ну, допустим, я не говорю, что это правильно, неправильно, ты можешь ошибиться, и сгорит у тебя... Получается, у тебя будет перо, у тебя просто сгорит перо, если ты ошибишься. То есть тут уже надо таких сложных, я не знаю, надо, возможно, тратить подсказки уже. Либо менять вопрос. Это слишком легко тратить подсказки. Ну, а так тогда улететь подсказки, понимаешь? И будет как бы, и если, если будет перо, то это будет заново 10 вопрос, просто уже другой. То есть ты можешь попробовать потратить подсказки, можешь, можешь так ответить нового, то есть, но его решение. Как думаешь, как мыслишь, ну, думать сам буду. Если готов, говори, я принимаю ответ, и будешь, будешь, то будет уже. Ну, я думаю, ну, Грэйд, наверное, вряд ли эксперт. Наверное, это получение опыта. Ты окончательно, да, решаешь так ответить? Получение опыта. Ну, да. Хорошо, Антон, я принимаю твой вариант ответа, и это, скажем так, в моих интересах его принять, потому что, потому что это неправильный ответ, и у тебя сгорает подсказка, перо. Перо, да. Да, у тебя сгорает перо, теперь, Анташ, неправильный ответ. Ну, что-то, где-то ты там... А какой-то, какой-то ответ? Какой правильный, определение грейда вещей, экспертизы. Понятно. Это был, это был правильный. Ну, я не знаю, сам бы, я, наверное, ответил, мне ответа хер его знает. Это Лареет, он такой, как фокус дать, что-то повыискивает, не знаю. Тогда, тогда что у нас? Тогда я задаю тебе десятый вопрос, новый просто, запасной. У меня есть по шесть вопросов, каждого варианта я задаю запасной, но предупреждаю, он тоже не легче. Какой... Ну, у тебя остается две подсказки уже. Рекомендую, скажем так, их использовать. Можно сменить вопрос, либо убрать два неверных ответа. Какой из четырех скиллов является пассивным? Фишинг, а, пампинг, б, ц, фишинг, фишинг экспертиз, и д, рейлинг. Какой из этих скиллов пассивный? Фишинг экспертиз. Фишинг экспертиз. Это твой окончательный ответ. Принимаю. Окей. Это Антошенька, это Антошенька. Я не знаю, как Ларей так делает, что один вопрос подсказка другому, но это правильный ответ. Или ты это сам знал, или это... Ну, я, в принципе, помню, что... Ну, нет, я, конечно, это сейчас не знал. Я, типа, с прошлого вопроса вспомнил о том, что это грейд вещей, значит, это грейд удочки. Типа, какой-то там. Ну, вот, это правильный ответ. Десять вопросов, Антон, ты ответил. Две подсказки у тебя осталось. У тебя есть несгораемая сумма, уже 75 долларов. Ты уйдешь при деньгах с нашего шоу. Остается пять вопросов, но перед этим, перед этим... Я сразу скажу, что они суперсложные, но такие вопросы, я, нахрен, из них... Пять вопросов, да? Осталось пять, да, вопросов. Я на них, наверное, сам, там, ни на один не отвечу, скорее всего. Это вопросы сложного уровня уже. Но перед этим мы узнаем у тебя что-то из жизни, из жизни линейджа. Такой вопрос, скажем так, нескромный. Твой любимый сервер? Ой, их много. Ну, давай, допустим, топ-3. Топ-3 твоих любимых серверов. Вот, на данный момент, что у тебя в голове всплывает? Ну, мне нравится сервер Европвп. Мне нравится сервер Эльмор Лаб. Мне нравится сервер, ну, Валхава Эльж мне нравилось, я там играл. Ну, типа, классный сервер. Мне нравится сервер Еглобал, но, типа, вот я не играю там, потому что там очень большой онлайн. Реально, типа, ну, очень большой онлайн. Ты любишь сервера, где, вот, скажем так, зарождается, как ты говорил, история. Я просто, мне нравится, когда там, о, Гукач там что-то делает, там, где-то сполит, крафтит какие-то, боссы убивает. Где там, ну, придают значение мне, как какой-то единице на сервере значимой. Типа, вот, он есть, он что-то делает, типа, вот, я от этого кайфую. А когда там 10 тысяч онлайна, то этот Гукач нахер никому там не нужен. О нем никто даже, ну, типа, ну, о, стримит, там, ну, таких еще там 10 человек стримит. Ну, то есть, я не чувствую себя каким-то, ну, значимым, нужным на этом сервере. То есть, ну, как-то у меня, ну, так, не знаю. Мне нравится, когда, вот, я есть, типа, обо мне там кто-то что-то пишет, говорит, и вот, как-то, ну, вот, короче, я от этого кайфую. И, к сожалению, ну, на больших серверах, типа, на крупных, таких масштабных, у которых там суперогромный онлайн, ну, это очень сложно сделать, типа, постоянно быть на слуху, чтобы тебе все говорили, там, общались. Вот, и мне больше нравятся такие серверки, где, ну, онлайн, да, не резиновый, там, типа, какой-то ограниченный, не так много, но все равно там есть какая-то жизнь, кто-то там чем-то занимается, фармит. Ну, короче, вот, мне такие нравятся сервера. Кельтир мне сейчас нравится сервер, ну, очень сильно, реально классный сервер. Типа, я вижу в нем огромную перспективу, думаю, он разорвет полностью вообще все сервера, которые... Почему он тебе нравится? Расскажу, ну, из-за чего тебе нравится этот Кельтир, допустим? Ну, вот я захожу туда на сборку, на эту, бегу, и вот мне нравится, как там все выглядит. Типа, я вот как будто нахожусь на оригинальном проекте, типа, вот там все как-то, ну, даже картинка классная, передвижение, механика, вот, ну, не знаю, ну, мне кайфует от этого сервера. Типа, ну, круто, мы там уже играем 4 месяца, там уже образовалось свое какое-то комьюнити, мы там, ну, так сложилось, что мы сейчас там доминируем, типа, у нас уже есть Хиро, там три клана воюют между собой, плюс эти кланы все, они, ну, такие, они не недельные, там, не две недели играют, они играют там долго. Чувствуется, что этот сервак именно в долгую, он будет, ну, реально бомбой, типа, там реально будет много людей играть. И, так, какие я уже назвал? Ты уже что, 5 называл? Ну, вот, был еще у меня сервер любимый, Кетра Варс, ну, вот, обмин сервера реально в прошлый раз, вот, когда, когда был вот этот, когда мы туда, я там уже пошел играть кланом, мы там собрались, и вашего клана там не было, и вот админ сервера реально как будто все делал для того, чтобы, типа, я перестал играть на этом сервере. Вот он видит то, что у нас все получается, мы там топим, типа, достигаем результата. Он берет, там, выключает ресторт на Анкар. Там еще какое-то, он делает такие действия, которые просто, типа, ну, реально убивали интересы. Вот мы, ну, перестали там играть, пошли на Эльмор, Эльмор Лаб захватил, типа, все время, ну, игровое, там, у нашего коллектива. Какие еще, что я там еще не назвал? Это уже дополнительные деньги, Антон, остальные серверы. Реклама тут уже достаточно, да. Ну, я думаю, ты ответил на вопрос уже больше трех, как минимум. Хорошо. На самом деле, у меня не так много. Может, кого-то там из админов забыл, типа, ну, не обижайте. Потому что не скинули, не скинули деньги до передачи, поэтому и забыл. Ладно, 11 вопрос, Антон, возвращаемся к шоу нашему. 11 вопрос. Сразу говорю, сложные вопросы, ты просто охренеешь, у тебя нет пера, если что, трать подсказки, меняй вопрос, либо нахрен убирай два неправильных ответа. Ну, это просто будет жесть сейчас. Ладно. Именно эта интересная механика не была введена в линейдж 2. А. Личные поместья. Б. Перенос заточки. С. Корабельные бои. И Д. Мини игры в адент. Могу скинуть тебе все в этот, в телеграмм, все варианты ответа. Ох, ты шоу. Что не было введено, какая механика не была введена в линейдж 2. Что нет здесь, не было и нет. Что не было введено, еще раз говорю. Первое. Личные поместья. Второе. Перенос заточки. Третье. Корабельные бои. Четвертое. Мини игры в адент. Это просто, конечно, вопрос сильный. Это отборный вопрос. Это сложный вопрос. Ну, давай. А ты, стоп. Если я беру смену вопроса, я остаюсь на десятом или я уже перехожу на одиннадцатый? Ты сейчас, сейчас я смотрю, что у нас здесь. Нет, если я сейчас сменой вопросов делаю. Нет, то же самое. Ты сейчас здесь вопросов ответил. Если ты меняешь одиннадцатый, у тебя одиннадцатый остается. Ну, давай уберем два вопроса. Два неправильных ответа, да? Убрать. Да. Окей. Я убираю два неправильных ответа. Остается у нас. Б. Перенос заточки. И С. Корабельные бои. Корабельные, как я не знаю, правильно это считаю. Что не было добавлено. Что не было добавлено. Какая именно эта интересная механика не была введена в Лене-Ни-2. Перенос заточки или корабельные бои? Ну, перенос заточки в смысле переносится с оружия или перенос заточки с инвентаря в инвентарь, перекидывается. С ушей. Заточка, которая на пушке накинута, плюс пятнадцатая там, допустим. Она не переносится на другое оружие? Слушай, я вперед его знаю даже. Это уже в Лоре такие моменты. Вот такой вот вопрос. Вопрос с подвохом, типа. Может быть с подвохом, может нет, но... Вот только я сам себе знал. Перенос заточки это... Если бы знал, ответил бы. Ну, может быть с пушки на пушке, может быть в инвентаре. Как бы тут уже, Антон... Но перенос заточки можно же через Мамона поменять пушку. Ну, это уже твои... Корабельные бои, наверное. Корабельные бои, да, ты выбираешь? Ну да, но если заточку можно перенести из пушки на пушку, там, это, там, через Мамона обменять Сегер и Даркскример на хомку. Ну, наверное, это перенос заточки. Окей. Я принимаю твой вариант ответа, Антон. И это, 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 это... Правильный ответ. Такой механики нету, блин, есть два, не было. Корабельные бои. Это в Ларея в голове такое бывает. Насчет заточки, ну, это правильный ответ. 100 долларов у тебя в кармане уже. 100 долларов. Ты можешь прямо сейчас, то есть даже не идти дальше, допустим, да, забрать 100 баксов и выйти, скажем так, победителем с 11 правильными ответами. Кто-то что скажешь? Да, я думаю, а что, у меня есть какие-то еще подсказки, да? У тебя есть подсказка, подожди, ты убрал два неправильных ответа, у тебя есть сменить вопрос только. Ну, давай, дальше, идем дальше тогда. А сколько осталось вопросов? Думаешь, дальше? Осталось 4 вопроса всего, да. Ну, давай, ладно. Да, я думаю, идти дальше, с толку смысл, если это шоу. Ну, блин. Забирать 100 баксов. 100 баксов тоже приятно, знаешь, когда ты выиграл их в шоу, это тоже, это охренеть как приятно. Ну, короче, ты идешь дальше, правильно? Да, да. Все, но я предупреждаю, вопросы тяжелые. В любом случае, нет, в любом случае ты выиграешь 75 уже, у тебя есть несгораемая сумма. Поэтому все окей. Фух, погнали. Тут еще просили, не знаю, просили зрителей, это уже, конечно, пожелание, рассказать анекдот про Женю Уона. Легендарный, да, анекдот? Легендарный анекдот, блин, в гугле, в гугле, в ютубе ходит. Да я его дословно не перескажу, я его не помню, как перескать. Видео надо, можешь нарезку видео вставить там, где-то внизу. Ну, анекдот, на самом деле, смешно, не, я такое не хочу ставить, если ты рассказал, я поставил. Но можете посмотреть в ютубе, ребята, анекдот про Женю Уона, гугач про Женю Уона, анекдот. Там есть, я недавно пересматривал. Хорошо, поехали тогда шоу. У меня остается Блиц, у меня остается Блиц. Тибетам, да, это буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, короче, штук шесть, семь коротких таких вопросов, типа, с вариантами, с двумя вариантами. У меня 12 вопрос, 125 долларов. Вопрос будет сложный, сразу говорю, поэтому будешь охреневать. Фух. На какое сооружение из реальной жизни похоже камни рядом с Дионом? А. Пирамиды. Б. Ленские столбы. С. Стоунхедж. Д. Петроглипы Сикачи-Аляна. Вот такое, нахрен. Камни рядом с Дионом? На что похоже камни, находящиеся в Пузыгороде? Подожди, на стоп, вот этот третий вопрос был, Тонс Хэмп, да? Стоунхедж, третий вариант. Это вроде где-то находится в Англии, да? Ну, что-то где-то за границей, да, и что-то из этого всего. Вот эти камни, мне надо просто на них посмотреть сейчас. Посмотреть? На эти камни. Ну, как они, камни, как выглядят, понял? Именно камни по Дионову или какие камни? Или фотография Стоунхедж, или чего? Что тебе именно нужно? Подожди, это вроде под грудью этих Стоунхедж, блин, находятся. Ух ты, что, сложно. Они под Дионом находятся, надо подумать. Ну, я могу тебе, я тебе могу показать скрин, если ты хочешь. Да, покажи скрин. Сейчас, если я сам найду его. Там мельница находится под этим Дионом. Я знаю, под грудью он находится, типа, вроде, где этот Рейдбосс стоит, крыса. Сейчас я тебе скидываю. Я тебе скидываю. Там находится вроде этот Стоунхедж, или как он там называется. Сейчас я перешлю, мой ассистент Ларе и Женечка перешлёт мне сейчас свои вопросы. Можно сразу с ответом. Кстати, у меня был такой один раз прокол. Не помню, с кем я делал шоу. Я ему скинул, присо там, я скопировал, там было подсвечено правильный ответ, я говорю, типа, скинул, прочитай. И самое интересное, что человек что-то думал, там сидел, ну, либо-либо не палился, не знаю. Был один такой раз меня в шоу. Да, сейчас же не скинет. Могу тебе пока он скидывает, могу еще раз прочитать варианты, да, какие. На какое сооружение из реальной жизни похоже, камни рядом с Дионом? А, пирамиды, Б, ленские столбы, С, Стоунхендж, Д, петроглифы, сикачи, Аляна. Грин, на себе, блин. Он там придумал. Ух, сооружение рядом с Дионом. Да. Ну, там мельницы эти стоят вроде как. Ну, видимо, не только мельницы, это же написано камни. камни. Камни рядом с Дионом. Надо скрин этих внешних. Сейчас я покажу обязательно. Я вот тебе пересылаю в Телеграм. Вот как выглядят, вот как выглядят камни эти по Дионом. Ну, наверное, вот эти, а ну еще раз давай, варианты ответа. Варианты пирамиды, ленские столбы, Стоунхендж, Петроглифы, сикачи, Аляна. Есть замена вопроса. Наверное, я думаю, это похоже на третий вопрос, на третий вариант. Третий ответ. Ну, принимай решение, если ты скажешь, я сразу приму ответ. Да, сложный очень вопрос, потому что надо знать все вот эти вот варианты Стоунхендж, как она говорит. Ну, давай третий вариант. Много их. Ну, короче, давай третий, Стоунхендж. Третий вариант. Покинеттон. Я принимаю твой вариант, твой ответ. И что хочу тебе сказать? Что хочу сказать, что это это правильный ответ. Стоунхендж это правильный ответ, и ты выигрываешь Антош сто двадцать пять долларов. И сейчас я и зрителям и тебе покажу, как выглядят эти вот Стоунхенджи. Сейчас мы обязательно покажем. Так, я записываю. у нас подожди, это уже тринадцатый вопрос или это двенадцатый вопрос был? Я что-то запутался нахрен. Это уже я просто запутался. Сейчас я посмотрю, сколько я задавал сложных вопросов тебе. Сколько уже было корабельные бои ты отвечал, да? И вот это второй вопрос. Получается, это только второй вопрос. Это значит у нас двенадцатый вопрос. Значит у тебя сто двадцать пять долларов. Остается три вопроса, Антон. До финала три вопроса остается. Но перед этим, перед этим, да, три вопроса ты уже там точно, я думаю, где-то прогадаешь. Перед этим я тебе хочу задать такой блиц. Я просто задаю вопрос, читаю, а ты быстро отвечаешь. Скажу так, много думать не надо, чисто резко так. Готов? Ну, давай. Интерлюд или Хеев? Интерлюд. Зеленский или Порошенко? Зеленский. Китроварс или Европвп? Ну, после того, как админы этого Китроварса выключил рестор, то Европвп. Окей. работа с хорошим доходом или игра в Ленэш 2 и стримы с хорошим доходом? Работа с хорошим доходом. А, подожди, несмотря какая это работа, типа, если это такая, допустим, как у тебя сейчас. Нет, такая, допустим, как сейчас. Какой-то труд. Нет, ну, конечно, в линейке просто ты очень сильно, конечно, работа с хорошим доходом. отдых с друзьями или отдых с любимой? Отдых и то, и другое, короче, это сложный вопрос. Конечно, с любимой тоже хорошо отдыхать, но с друзьями тоже классно, типа. Хорошо. Хорошо. Оф или фришки? Конечно, фришки. Наверное, после этого могут и страйки кинуть. Но конечно, и оказавшись перед админом Опа, что бы ты ему сказал? То есть, ты завтра с ним встретил, не знаю, в кафе какого-нибудь под Киевом, не знаю, случайным образом. Что бы ты этому человеку сказал в глаза? Я бы ему сказал, что он допустил ошибку. Я бы ему сказал, что ему нужно было всех тех инициативных людей, а их сейчас немного, нужно было с ними работать, привлекать их, создавать им какие-то, ну, тогда еще нужно было это делать, создавать им какие-то мероприятия, показывать то, что они нужны здесь, вот, и работать с ними, договариваться, искать компромиссы, сделать то, что им нужно этим игрокам, не то, что они хотят продвигать, а то, что нужно игрокам, сделать альтернативу какую-то для тех, кто начинал игру на фришках, открыть эту альтернативу, послушать людей, игроков, стримеров, ну вот, я бы такой бы сказал, я бы сказал, что они ошиблись, типа, они оступились, просто Андрюха, ты ошибся, допустим, я бы сказал, да, что они ошиблись, хорошо, я тебе так скажу, то, что у нас, как минимум, шоу наше уже входит, бьет рекорды по количеству времени, уже со Степаном, я думал, два часа, это супер много, тут уже два с половиной часа у нас, я не знаю, будут ли такие люди, которые досмотрят до конца, хотелось бы, чтобы были, да, и давай мы приступаем, у нас тогда по игре, по вопросам, я все уже, я закончил еще в конце, там скажешь какие-то возможно слова, давай, закончу, пошел, есть три вопроса, все они три сложные, у тебя есть одна подсказка, сменить вопрос, только все, остальное, все ты потратил, не могу выбрать легче вопрос, едем, едем просто по-любому, барон Эстус сделал один из регионов богатым, о каком регионе идет речь, А. Аден, Б. Годард, С. Дион, Дегеран, сделал богатым барон, Эстус, барон Эстус сделал какой-то регион богатым, какой из этих четырех, Аден, Годард, Дион, Геран. Ну, богатый в линейке считается Аден, самый богатый, вот, ну, барон, барон, подожди, где-то есть такой НПЦ барон, это НПЦ барон Эстус, правильно, или это Лоро? Барон Эстус, я хер его знаю, может это С. Лоро, может это НПС, без без колебаний, это уже даже я не знаю, Анташ, барон, где-то было такое НПЦ, есть варианты у тебя, есть, покажи, как пишется, может я вспомню где-то НПЦ, давай, но это все, это все, скажем так, сейчас, можно сразу с ответом, сегодня, уже не в моих интересах, такое, вот, но пишется, особо тебе это ничего, наверное, не даст, не, ну, ответы, конечно, сильные, вернее, не ответы, а вопросы, ну, вот, я не знаю, я сам бы на такой парашке не ответил, поэтому, я в этом вопросе слаб, ну, из того, что, типа, самый богатый этот город в линейке считается Аден, типа, и, ну, если по какому-то лору, там, не может быть богатых городов, два, три, наверное, Аден, типа, ну, мне так кажется, ну, вопрос, конечно, супер, супер жесткий, Аден пускай будет. Знаешь, что, знаешь, что я тебе, Антош, скажу, ты принял правильно свое решение? Ну, вариантов, мне не так много, и просто, это, это может любой город быть, сделать потом в процессе, где он был бедный, нищий, а потом раз, этот барон в этом лоре какого-то корейца взял, и он придумал это, и сделал его богатым. Ну, типа, я, вопрос однозначно сложный, ну, пускай будет Аден, если Аден богатый город, считается в линейке самый, значит, наверное, барон как бы дальше сливил, да, его, наверное, ну, наверное, да, типа, ну, если он считается одним из самых богатых. Ну, окей, припринимать, да, этот, ответ? Ну, да, но, если не ошибка, то, значит, ошибка, пускай будет Аден. Я знаю, что, Антон, хочу, хочу какую, какую штуку сделать. Хочу, что тебе сказать, что этот ответ неправильный, этот неправильный, но хочу сделать такую штуку, раз мы уже два, с половиной часа сидим, чтобы ты воспользовался своей подсказкой сменить вопрос. Вот это, да? Но, да, то есть, это ты не засчитываю, получается, у тебя еще 12 правильных ответов, и ни одной подсказки нет, и я тебе засчитываю просто новый вопрос. Ну, давай, давай сменим. Но он тоже, он тоже, он тоже, ну, просто будешь охреневший, но, в принципе, едем, похер. Какая раса воздвигла храм Энхасад в северной части Хейна? А. Гномы, Б. Эльфы, С. Темные Эльфы, и Д. Люди. Северная часть Хейна, да? Да, какая раса воздвигла храм Энхасад, кто построил, и как это правильно? Трец. Гномы, Эльфы, Темные Эльфы, Люди. Уже никаких подсказок, ничего, ошибка, ты приходишь с несограемой суммой 75 долларов. Если отвечаешь правильно, останется еще два вопроса. Не, ну Хейн, он же ассоциируется как бы с людьми. И вопросы, конечно, просто... Ну, это сложное, Антон. Что ты хотел? Надо жестко все знать. Ну, не знаю, в северной части Хейна, кто возглавил Энхасад. Северная часть. Ну, это где находится гильдия этих... Нет, кто это? Просто вообще я уже не понимаю. Я просто буду молчать. Ты уже сам решаешь. Гильдии находятся, либо же находятся где-то ихние эти... Так сложно, конечно. Северная часть, да? Да, это такие вопросы, видишь, они могут с подвохом, молно. Может быть, о том, о чем ты думаешь. Ну, люди, наверное, в центре находятся, если... Жесть, конечно. Ну, можешь попробовать угадать, можешь подумать, можешь не отвечать. Вопросы не из легких, потому что деньги отдавать не хочется тоже. Денег мало осталось. пускай будет люди, наверное. Хотя, подожди, северная часть, надо вспомнить вообще, как определить, где там север, где юг. Вот если в центре встать, сзади тебя будет эта гильдия, гильдия магическая вроде, воины будут, орки. Это, конечно, жесть. Наверное, пускай будут... Орки, пускай будут... Орки, что тут такого нет, ты че гонишь? Гномы! Гномы, эльфы, темные эльфы, люди. Нету орков, ты гонишь, мэр. А, ну, пускай будут люди. Окей, я принимаю твой ответ. Это у нас получается 13 вопрос. Нет ни единой подсказки. Если ты сейчас отвечаешь неправильно, ты выбываешь из игры. Но ты ответил правильно, Антон. Это люди, действительно. И ты зарабатываешь 150 долларов в твоем кармане. Остается два вопроса, отделяющих тебя от прохождения, скажем так, этой игры. Жестко. Вот так я не знаю, как ты угадал, ты куча разбил, люди, люди, я не стал, скажем так, тебя подталкивать, типа, принимать ответ, думал, чтобы сбить тебя, скажем так, с целью. Окей. Я сразу же, сразу же задаю тебе следующий вопрос, 14-й, чтобы не томить ни людей, ни нас. Но, блин, кстати, ты любил что-то там, рыбу ловить вроде, вот тебе и будет вопрос про рыбу. Рыбная валюта называется Принимать твой ответ. Это размышление или ответ, Антон, ты говоришь. Это ответ, это ответ, proof, proof and fishing. Proof of catching a fish. Принимаю твой ответ. Принимай, это был 14-й вопрос и не зря Антон, ты ловил рыбу в Hot Spring или где там. Это правильный ответ, proof of catching a fish. Именно это рыбная валюта. Ну, блин, тут на самом деле Крюти Вилл, даже я такой, я не знаю. Это жестко. 14, что, остался один вопрос остался, да, от этого. Ну, смотри, один вопрос остался, 175 долларов уже есть, можно так сказать. Если ты желаешь уйти, скажем так, победителем, да, не обосрабшимся на последнем вопросе, ты можешь забрать свои деньги, Антон. А там получается один остался ответ, да? Один вопрос остался, да, у меня ровно один вопрос, других даже замены, никакого ничего нету, то есть, все, что есть у меня, это один вопрос, больше нету. Ну, он такой, ты, ну, блин, не знаю, ответишь, не ответишь, думай сам. Все может быть. Он с лора снова лор какой-то там история. Я не буду, не буду говорить специально, это секрет. Интересно, там с лора какой-то придуманный специальный вопрос с подвохом супер жесткий. Не, я все перемешку назвал, то есть, я мог этот вопрос первый даже назвать, типа. Ну, давай, ладно, мы попробуем выиграть это шоу, типа, миллионер Lineage 2. Ну, ты можешь реально стать миллионером, Антон, если ты, если ты правильно ответишь. Окей, задаю последний вопрос. Последний вопрос в нашем шоу, парни, внимание, не многие досмотрели до самого конца. Ранее хозяином Зарича был некий Бремнон. Кем он являлся? А. Друид-Вожак, Б. Демон-Король, С. Дух и Д. Царь Адена. Я ничего не подсказываю, если надо, могу продублировать, могу отправить. Ух-ху-ху-ху. Вот такой вопрос. Кем являлся? Кем ранее, ранее хозяином Зарича был Бремнон? Кем он являлся? Кто он был? Друид-Вожак, Демон-Король, Дух или Царь Адена? Хозяин Зарича этого. Кем он вообще был? Я сам бы никогда не ответил на такой вопрос. Это только интуиция, удача или я не знаю, что должно быть. А напиши мне варианты, как оно прописано. Давай, давай. Кидаю тебе варианты все. Но если он Демоник Зарич, это был раз, а Акономахи, это был Скинул. Скинул тебе четыре четыре варианта ответа. Могу еще раз вопрос прочитать. Давай еще раз. Ранее хозяином Зарича был некий Бремнон. Кем он являлся? И один из этих ответов. Да. Сильно, конечно. Десять долларов, Антон, на кону двести баксов. Раньше за какие деньги тебе нужно было стримить, не знаю, пару недель точно. Демон, божак, друид, дух, царь. Думай. У тебя есть еще, я думаю, где-то минуты. чтобы в себя прийти. Последний вопрос, представь, последний остался. Ну да, тут, конечно, я думаю, что это демон-король. Принимать твой ответ, правильно? Ну, если демоник, Зарича, потом блуд, Акономах, это типа демоник, 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 ну, что он называется, демон, демоник, типа, друид, это, ну... Я никак не подсказываю, если говоришь окончательно, я сразу говорю тебе вердикт. Царь Адена. Я готов, Антон. А ну, папа тысячи стойко, Акономахи, когда появились, я не знаю, Не знаю, просто говоришь ответ, я сразу, я сразу тебе говорю, миллионер ты или нет? Одно слово, сколько там. Решай, интуиция. Демон-король, пускай будет, ну и, ты, просто не знаете, все. Я ударил по столу, Антон, я принял твой ответ, а все почему? Потому что я не хотел, что ты стал миллионером, но ты им стал, Антон. 15 правильных ответов на ваших, на ваших экранах, ребята, миллионер для Нейш 2. Посмотрите на его кузо, на его ремень просто. Я сам бы отвечаю на последние вопросы, первый я ответил просто. Просто, просто 6 реально. Не пулится, у меня только что интуиция, короче. Ну просто, это просто, 15 правильных ответов, 200 долларов, 8 тысяч гривен, Антон, я охренею. Антон заплатил, заплатил за меня в ресторане, я не помню, не знаю сколько, и теперь на эти деньги вернул просто себе. Кэшбэк. Просто кэшбэк на шоу, ну блин. 2 часа, 2 часа 50 минут этот шоу, я... смотрю до конца, ты точно лайк должен поставить. Ну обязательно парни, напоминаю, напоминаю сразу, то что, кто досмотрел до конца, у нас проходит розыгрыш, зайдите по участию, полторы тысячи долларов, деньги, как, не знаю, 10 наших шоу выиграть, 7 с чем-то. Поэтому, сумасшедшие деньги для вас, 10 победителей по 150 долларов. лайк, комментарий, обязательно, подписка на канал и зайти поучаствовать в телеграме, подписаться на два канала, мой и Антона и нажать кнопку участвовать. 5 дней у вас есть на это, чтобы сделать. Антон, ты можешь, не знаю, какие-то последние слова сказать людям напоследок. Что ты вообще, как тебе вообще шоу, ну то есть, незадержанное, знаешь, нормально то, что добавили вопросы посреди шоу, как тебе вообще вопросы в шоу и так далее. Ну давай скажу, во-первых, смотри, за сколько времени, там уже, за 15 лет, это первый раз, когда я появился на твоем канале, как не как там просто в линейке там что-то делает, в картах мобов разводить, либо мешать что-то качаться, а вот как именно собеседник. До этого, за все время, сколько это было, не было такого, что я появлялся в шоу. Ну мне приятно, что это шоу прошло, типа оно было интересное, забавное, может быть люди оценят. Тебе спасибо, что позвал. Ну и будем надеяться, что линейка будет дальше развиваться, будут люди инициативные в ней, и будет дальше больше шоу, буду смотреть их. Всем спасибо, кто досмотрел, всем, кто меня знает, всем привет. Кого не назвал, не обижайтесь, там сервера, либо же людей, с кем виделся, у меня память такая слабая. Ну а так, в целом, все круто, спасибо, что позвал, классно провели время. Взаимно. Время пролетело незаметно, я еще больной парень, чтобы вы понимали, я через нос, через нос говорю, надеюсь, это не сильно заметно было в шоу. Спасибо, Антон, тебе. Скоро татуировки довывожу, их вообще не будет видно. Кстати, забыли про портокипа говорить, но, блин. Ну, сейчас вывожу, короче, хожу на выводы. Ладно, все, всем удачи, короче. Все, спасибо тебе огромное, Антош. Давай, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.